Значит, теперь, почему я принял решение эту восьмую переснять? Он говорит, меня мучили кошмары. А что мы обсуждали, я забыл. Хотели бы рассказать про слитые... А, как слили? Второй сезон, потому что успех огромный. Я скажу так, да. Здравствуйте, Жора. Здравствуйте. Первый вопрос, который хотелось бы задать, да? Почему вы решили здесь высказаться, чтобы вот наш диалог с вами произошел? Потому что я знаю, вы не часто даете интервью или выступаете, поэтому хотелось бы узнать. Стараюсь вообще интервью не давать, потому что чаще всего ощущение какого-то опустошения после этого бессмысленного разговора. Как-то направить разговор на то, что мне интересно, у меня не получается, таким навыком не владею, как бы диалогического айкидо. Человек мне одно спрашивает, а я отвечаю то, что мне интересно. А разговаривать о личной жизни, о вопросах, которые обычно задают, так скажем, непрофессионалы, мне не любопытно. Ну, не любопытно трать на это время. Поэтому я перед обычно проектами даю интервью, потому что нужны поводы. Вот, но после нет. Но я, мне мой соавтор Андрей Золотарев прислал ссылку изначально на ваш обзор, посвященный пересъему, почему переснимают. И так как вы очень точно разложили нашу психологическую карту, вот, и рассказали все как есть, вот, я пришел к вам на канал, написал комментарий, что да, пересъемка связана с тем, что мы хотим лучше, перемонтаж и так далее. Ну, в общем, согласился с вашим доводом, потом посмотрел другие разборы нашего продукта, понял, что вы делаете это профессионально, эмоционально. И вот выступил с инициативой нам поговорить, вот, и обсудить с точки зрения режиссура и сценаристики то, что сделано, не со стороны больших идей, там, как это Россия, там, мир и так далее, вот, а конкретных. Ну, мы, я надеюсь, вот на этом и сконцентрируемся. Ну да, потому что нам обоим это интересно. Первый вопрос, первая тема, которую обсудим, наверное, это тема, вот, которая всех так волновала, романтизация, не романтизация. Есть ли здесь романтизация или нету в сериале? И здесь очень четко, как я увидел, и многие зрители тоже увидели, что в первой половине фильма есть ощущение, что тебя, как вот, завлекают в эту группировку, происходит романтизация. И на четвертой серии можно подумать, что да, действительно, сериал как-то вот вовлекает человека в это все. А потом ровно обратные эффекты. То есть к восьмой серии никто, я думаю, не скажет, что это как-то романтизирует. А наоборот, то есть это было сразу задумано, что вот такой подход, завлечь человека, как он попал в группировку, а потом, правда, жизни. Смотрите, Михаил Ром говорил, что драматургия – это уловка для того, чтобы заставить зрителя два часа смотреть. Да, и тут несколько аспектов. Аспект номер один. По-настоящему то, что интересовало, это как сделать так, ну, это было в предчувствии, это не было программой, мы не записали это на бумажке. Да, вот как мы будем делать. Но хотелось сделать так, чтобы в историю вошел пацан и чушпан, и они в процессе поменялись местами, и пацан настоящий стал чушпаном и узнал, что это такое. А чушпан превратился в пацана. Это вот, наверное, большая такая арка, которой хотелось заняться. Возможно ли это? Потому что, ну, меня, как сценариста, не первый раз интересует и кажется вызовом узнать, а возможно ли человеку поменяться на 180 градусов, поменять взгляды, поменять биологию, стать другим. И сейчас мне кажется, что если человек молодой, у меня у самого в жизни я видел три психофизических превращения. Когда один человек из-за пережитого горя или какой-то мощной травмы психологической сталкивался с проблемой, менялся, ну, абсолютно. Начинал по-другому разговаривать, по-другому себя вести. Какие, ну, как бы, примеры деградации резкой мы все знаем, а вот когда происходит обратный процесс, когда был идиот, а стал вдруг глубокий человек. Я видел это, ну, рядом со мной два раза, и еще одного человека я знаю, который в молодом возрасте с ним это произошло. Вот, так что, ну, наш главный интерес, драматургический сценарный, лежал вне области романтизации, нерматизации. Это большое слово, которым мне интересно заниматься. То есть, мне кажется, мы чуть похитрее, чем люди, которые там, о, расскажем, что группировка это круто. Да даже если бы нашей целью было, расскажем, что группировка это плохо, мы тоже были бы идиоты. Потому что эти тысячи молодых людей, которые там оказались, они зачем-то туда пришли. И зачем нам надо было, хотелось узнать, что там дальше с ними происходило, как могла складываться судьба. То есть, по-настоящему драматургия ведь это, ну, если, сейчас будем подбирать метафоры, значит, во-первых, это исследование. То есть, если ты, мне кажется, если ты как сценарист приходишь к истории с какой-то задачей, я хочу развенчать миф, ничего не получится. Надо, ну, как бы узнать, как это бывает. Это, как бы, некий психологический опыт, который ты проводишь с выдуманными персонажами. Сталкиваешь их, приводишь туда, а если он туда пойдет, а если он это скажет, что будет. Перебираешь эти варианты, ищешь более острое, при этом подсознательно пытаешься понять, вот он сможет измениться, сможет он выпрыгнуть. Сможет Марат, который верит в группировку, в пацанизм, да, в слово пацана, в то, что его защитят, помогут, что у него никого ближе пацанов нет. Сможет он вдруг в восьмой серии, ну, отказать им в этом, и усомниться, и, как бы, принять то, что можно быть не пацаном. Вообще, с ним это может быть, вот. Поэтому романтизация, честно скажу, я даже не понимаю глобально, что имеется в виду. Романтизация, ну, я пытаюсь так для себя, да, что это, мы говорим, что это круто. Другое дело, что хотелось быть честным, и если тысячи молодых, неглупых, смелых, да, людей туда пришли, значит, что-то там им было нужно. Это не случайно, это не случайно, не кубики, вы, а, мы в группировке. Значит, там существовал некий магнетизм. Исследовать его, что привело, что оттолкнуло, почему это оказалось, казалось им ценнее всего, ну, вот это была в каком-то смысле задача. Вот это было интересно. Раз мы говорим вот об этом изменении и не падение героя, да, а наоборот, когда личность возвышается, меняется на 180, да, как трансформация личности, да, она, по вашему мнению, происходит только в моменты какого-то кризиса, драмы или при каких-то других обстоятельствах? Ну, это проверить невозможно, но вот эти два случая, которые произошли на моих глазах, и у меня такое ощущение, что по-настоящему поменять человека может только кризис. Причем, наверное, и в более взрослом возрасте. Возможно, ну, вот не случайно говорят, кризис 30, да, когда человек может бросить высокооплачиваемую работу и уйти в дауншифтинг, или попытаться вдруг создать группу. У меня мой хороший товарищ, он ушел с очень высокооплачиваемой работы, создал рок-группу и начал выступать, снимать клипы, потому что он всегда об этом мечтал. Но это, туда можно прийти только через кризис. Ну, если у тебя все прекрасно, ты чувствуешь, что жизнь твоя полноценно бьет ключом, ты испытываешь удовлетворение, что ты будешь бросать, идти, петь, ну, это странно, правильно? Вот, также и здесь, для того, чтобы, ну, уже потихонечку будем эту ниточку разматывать, не будем скрывать, для того, чтобы Марат усомнился в группировке, должно было произойти что-то несовместимое с его мироощущением. И постепенно мы поняли, что это может быть любовь, да. Вот он пережил эту первую любовь сильнейшую, в каком-то смысле святую. И нам нужна была шестая серия для того, чтобы она прыгнула, для того, чтобы возникла седьмая, в которой он столкнется с тем, что они, из-за того, что с ней произошло, его объявят отшитым чушпаном, и Турбо его ногами будет бить. Вот. И он, будучи человеком все-таки активным, ну, активным не то слово, ну, вот духовитым тогда говорили, духовитым. То есть он лидер по натуре-то. И, как оказывается, с мощным индивидуальным как бы запалом. То есть он, несмотря на то, что его группа оттолкнула, он сам в себя верит. Ну, теперь я ничего не могу. Он так не сказал, он не сдался. То есть в нем сила духа была. И вот он продолжил борьбу. И в этот момент, ну, вот, чтобы привести его к предательству хотя бы этих пацанов, ну, должно было случиться что-то невероятное. И вот это невероятное нам показалось, что это вот, ну, только смерть любимой. А для того, чтобы эта смерть любимой произвела на такое впечатление, у них должны были быть какие-то совершенно удивительные отношения. И если уже, сейчас будем прыгать, про пересъемки говорить. Ну, мы, начиная с первой серии, доснимали и переснимали. В первой серии переснят разговор в туалете Искандера и Андрея, где он ему рассказывает про ново-татарских. В как раз пятую серию мы досняли большой кусок в школе, как вот он с ней по-татарски говорит, как он ей конфету приносит. Потому что там был только один поцелуй, и сразу наступал следующий день. Вот. А мы, снимая, вдруг подумали, нет, ну, монтируя, собрав первую колбасу, показалось, что, ну, надо еще больше инвестировать в этот роман. Нужно, чтобы они провели в школе один день. Поэтому это доснято. Поэтому я сразу просто говорю о том, что... О досъемке мы поговорим подробнее, но мы постоянно находились в переписывании, на самом деле. Я вообще считаю, что профессионал от непрофессионала отличается готовностью все в ноль переписать, в любой момент. Он не относится ни к чему, что он сделал, как к финальному. Вот в вашем разборе, о котором мы уже говорили, вы говорите, натыкаюсь на клип, который я когда-то смонтировал, и оп, и начал опять, да, для себя. А может, по-другому можно. Мне кажется, это элемент профессионализма. Ну, и не просто, мне кажется, есть замечательный канал Film Courage в Ютубе, где американские сценаристы и преподаватели UCLA рассказывают. Вот там преподаватель говорит UCLA, что профессионал начинается там, где он готов бесконечно переписывать. Мастер-класс Соркина начинается с того, что он говорит, вот, там диалог что-то говорит, говорит и берет первую страницу своего сценария, читает реплику, и, нет, наверное, надо по-другому, я бы по-другому, то есть он без, уже это снято, но он все равно продолжает искать лучший вариант. Ну, потому что там жизнь есть тогда. Да, ну, оно живое. Да, вот. Это я не помню, на какой вопрос отвечаю, если я когда-то что-то знаю о другом. Про пересъем. Короче, если, я надеюсь, что какое-то количество людей, которые сами сценаристы и режиссеры, они в этом себя узнают. А может быть, есть и студенты, и те, кто собирается стать сценаристом, режиссером. И этой точки надо достигнуть. Потому что, по моему опыту, преподавательскому, студенты поначалу очень тяжело. Ну, вроде столько труда вложил, да, написал эти 10 страниц, написал короткий метр. Здесь вот хорошая реплика, тут хорошо дверь закрылась, там, и так далее. Ну, куча всего ты уже сделал. Все жалко. Да, все жалко. Да, и ты говоришь, ну, вот, надо это убрать. И как убрать? У меня была одна студентка, она закончила уже в ГИК режиссуру и поступила ко мне. Вот у меня был курс двухгодичный. Шоураннер назывался. Это сценарно-режиссерский курс. Вот. Она принесла сценарий короткого метра. В целом любопытный. Интересное начало. 100% смешное, неожиданное. Потом странный какой-то кусок. И финал любопытный в целом. И дальше мы вместе с другими студентами обсудили, что вот в середине надо что-то поменять. Она приходит на следующее занятие, начинает читать, и оказывается, что она оставила все слово в слово. Слово в слово оставила. И недоумение сначала у студентов. Потом я говорю, подождите, то есть вы ничего не изменили? Она говорит, да, я проанализировала и поняла, что так все отлично было. Так хорошо. Вот, к сожалению, она профессионалом не стала. Я сформулировал один из принципов своей работы. Я его называю драматургическое айкидо. Значит, если мне высказывают какой-то комментарий, сомнения, вопрос, я понимаю, что значит, пора этот кусочек, эту сцену или этот секвенс переписать. Потому что в любом случае станет лучше. В любом. Вот. Значит, если есть вопрос, значит, что-то не доделали. Вот. И поэтому мы, когда писали, я первую серию, вторую, все серии отправлял своим коллегам-сценаристам, своим коллегам-продюсерам. Вот. Тем, с кем писал, с кем снимал раньше разные проекты. Дело было не в том, чтобы получить комментарий, который улучшит работу. В чем смысл айкидо? А в том, чтобы использовать этот комментарий и обратить внимание на этот кусок. Потому что очень редко тебе кто-то сможет дать совет, как реально это надо переделать. Но раз он об этом говорит, там что-то не так. Там можно улучшить. Вот. Ну а где-то и проигнорировать. То есть можно, конечно, смысл айкидо, чтобы в 90% случаев переписать, сократить, удлинить, переставить. Но где-то, например, я помню, был такой комментарий, вот Бобслей. Только начался фильм, а сразу Бобслей. Вот сдруживание, на самом деле, где они бегают, плюют и так далее. Но я знал, что мне это нужно. Этот Бобслей нужен, потому что мне нужна их дружба. Без их дружбы дальше столкновение в коробке будет ничтожно. Ну пришел какой-то парень, подрались. Ты не будешь радоваться, ты останешься эмоционально не вовлечен, если до этого они не подружились. Вот. Поэтому он стоял по месту. Вот вначале еще есть момент, когда они, да, дружат. Есть ощущение, что вот там они в пространстве не с пацанами, Марат с ним другой. Они вот, как правда, дети-подростки играют даже дома, в комнате. То есть он так бы себя не повел на улице. Не повел бы. То есть он настоящий, да, полностью был с ним. Да. Получается так. Да, это, да. И когда потом, получается, он в группировку уже, Андрей, приходит, и вот это первая их встреча и первая драка, где он должен именно с ним подраться, это задуманное было ружье, чтобы потом в конце они снова подрались? Или это потом родилось тоже? Конечно, потом родилось. Пишем подряд. Я вообще считаю, переходим к еще одной важной метафоре, на которую я все время опираюсь. Драматургия это шахматы. Есть белые и черные. Каждое отдельное действие меняет баланс сил, даже если это небольшое движение пешки, вроде бы ненужное, баланс сил все равно меняется. Все фигуры связаны друг с другом. Вот. И они как бы, даже если не атакуют, они влияют опять друг на друга, на эти силовые поля. Вот. Потом, чем мне еще нравится эта метафора? Тем, что есть всего три исхода. Это проигрыш главного героя, выигрыш главного героя, хэппи-энд, и открытый финал, ничья, где так ничего и не произошло. Вот. При этом еще классный момент в этой метафоре, что все дебюты шахматные, они хорошо изучены и описаны. А вот в середине, во втором акте, в Миттельшпиле, там миллиарды комбинаций больше, чем звезд во вселенной. Это как бы научный факт. Ну, то есть самое главное для драматургии это второй акт, это середина. Потому что то, как закончится, ну вот, ну вот, либо он выиграет, либо он проиграет, либо, ну, у нас есть открытый финал. В каждом конкретном случае всего три варианта. Поэтому, как это примерно закончится, можно понять. Значит, а вот середина, она абсолютно непредсказуемая. И в шахматах ты думаешь всегда тактически о следующем ходе. Да, ты хочешь поставить мат. Когда-то. Ты видишь возможные слабости. Вот. Но сейчас тебе надо понять, куда идешь ты вот в данный момент. Куда в следующей сцене пойдет Марат? Куда пойдет Андрей? Что сделает Вова? Это каждый следующий шаг. И очень конкретно. Вот еще важный момент, о котором хочется сказать. Может быть, опять, я вот рассчитываю на то, что будущие сценаристы или сценарист-студент нас будут смотреть. Физическое действие. Вот в ГИТСе, где я учился режиссуре, говорили, слова это только пена на событийном ряде. Потому сказать можно все, что угодно. А то, что человек делает, есть настоящая правда. Но самое главное, мы должны понять, у меня есть такой золотой пример, мой самый любимый, Титаник. Значит, вот женщина в исполнении Кейт Уинслет стоит в лодке, Ди Каприо стоит на палубе, и она спускается вниз. У нее есть выбор, это супер драматическая ситуация, кульминация на самом деле фильма. У нее есть выбор жить без любви, уплыть на лодке, или сейчас выпрыгнуть и умереть с любовью. Получить любовь, но погибнуть. Это очевидно, этот корабль и тонет. И вот он спускается, 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 она выпрыгивает, и в рапиде бежит, и, значит, комок в горле. Мы понимаем, что ее любовь не боится смерти, она сильнее страха смерти. Вот такая сильная любовь. Она может ничего не говорить, да, она и не говорит. Теперь представим другую сцену, они стоят на палубе, немножко покачиваясь, и она ему говорит, я люблю тебя сильнее, чем жизнь. Но это просто текст. Вот. Поэтому найти действие, которое расскажет о персонаже настоящую правду, вот задача драматургия. Вот. И возвращаясь к метафоре шахматной, вот поиск следующего физического действия персонажа, которое о нем даст еще новую информацию, которая нам еще как-то его повернет, еще как-то его раскроет, вот это драматургическая задача. И это невозможно сделать заранее. Ты должен просто прийти на это минное поле, которое представляет твоя история, и подумать, что они делают дальше, куда они идут. Вот. Поэтому мы не знали, что они окажутся в видеосалоне. Мы не знали, что они украдут видеосалоне. Даже так. Ну, естественно. Написали четвертую серию, и дальше надо отшивать Кащея. Мы знаем, чего они хотят. Да? Потому что Кащей предатель. Кащей крыса. Гнилой человек. Нам он не нужен. Ну, вот. Поэтому мы, значит, понимаем, что они будут их вызывать. Эти придут, они не могут не прийти. Им надо, начнется разговор, что это будет за разговор. Он попытается обосновать и так далее. И дальше там в процессе вот как-то родился этот человек, вот я надо, который прямо посреди вдруг говорит, ребята, не хотите видак посмотреть? И дальше, завершив дело, они хотят себя как-то наградить и идут в этот видеосалон. и дальше вот эта ниточка, вот ты так это все и вытаскиваешь. Я помню, какой ценностью был видеомагнитофон. Он когда-то, в какой-то момент он стоил дороже автомобиля. Вот. И тот, у кого он был, ну, во-первых, у него был бизнес сразу, потому что он мог по рублю пускать людей. Вот. А во-вторых, это было невероятно просто круто. И вот то, что они пошли туда, награждая себя за то, что они совершили такое важное дело. Дальше они посмотрели фильмы, которые, на самом деле, в сценарии были написаны фильмы, которые я смотрел. «Змея в тени орла», «Команда» и вот это, как это, «Екатерина и ее дикие жеребцы». Это я посмотрел, сколько мне было. Лет 10, там, 11, этот фильм. Вот. И потом мы понимаем, ну да, они, наверное, делают бизнес, для этого нужно помещение, куда они пойдут. Ну вот у нас уже есть, мы вроде задали эту комиссионку, пришли в комиссионку и так далее, и так далее. Но этот видак, они же у человека забрали. И вот так, там, мы сформировали эту пятую серию. Опять, в предчувствии, что мы должны толкать этих людей к кризису. Мы убежали, но я там запомнил, мы когда про Андрея говорили, мы начали с Андрея, потому что мы говорили про него и про Марата, и про изменения персонажей в конце поменялись местами. Марат поменялся, да, вот, из-за вот ряда причин мы можем переговорить потом. А вот с Андреем вопрос. С ним есть ощущение, что в нем уже был зачаток такого вот человека, ему нужно было что-то, чтобы он раскрылся. То есть, этот потенциал, вот в первой даже, когда им говорят, попрыгай, он не собирается, в нем есть воля. Кажется, то есть характер, просто нужны были обстоятельства, которые бы раскрыли вот это зерно. Есть ощущение. Так это или нет? Мне кажется, что вообще мы живем в реальности, которая нас раскрывает. Вот. В нас заложены некие потенции и возможности, которые в зависимости от вообще, что такое драматургия. Вот если опять я буду возвращаться к этому, потому что мне важно, мне кажется, что такая классная профессия сценариста и режиссера, хочется, чтобы молодые люди к нам пришли, пришли в киноинституты. Я сейчас не про наш конкретный, в котором вот я работаю, школа кино и телевидения и индустрии, хотя мы будем рады. Ну, в Афгик, в МШК, в МШНК там и так далее. Не важно, чтобы они приходили, потому что очень не хватает людей у нас. И чем больше будет людей, тем выше будет конкуренция. Поэтому я вот про драматургию говорю. Значит, смотрите, как устроен человек. Он пытается о себе информацию скрыть. Если мы возьмем человека, который едет в метро, он выдает минимум информации, близкой к нулю. Он как бы, у него такое спокойное лицо, он более-менее как будто бы расслаблен. Теперь мы в этот вагон метро забегают террористы. И мы увидим, кто от страха упадет в обморок, кто попытается ребенка закрыть собой, а кто может быть в дурной смелости и попытается отобрать оружие. И мы в экстремальной ситуации получим гораздо больше информации о человеке. Если мы занимаемся исследованием персонажей, характера, смысл в том, что мы создаем цепь экстремальных ситуаций разных по жанру и помещаем его туда и смотрим, что с ним происходит. Какой он? Вот. Когда его бьют? Вот когда он бьет? Какой он? Когда он победитель? А вот когда он проигравший? А вот когда он влюбленный? А вот когда он виноватый? И так далее. Вот как он раскрывается? И вот эта цепь экстремальных ситуаций нужна только для того, чтобы он там действовал. Вот так же, как мы в примере с Кейт Уинслет увидели силу ее любви, она нам доказала. Вот мы про Дикапро, кстати, не можем сказать, как сильно он любит. Ну, вроде он ее посадил в лодку, сам в лодку не прыгнул, да, уже неплохо. Но она как бы силой ее любви доказана. А теперь, а какой Марат? А какой Андрей? Ну, вот мы и узнали. Но тем не менее, мне кажется, важным и крутым одна из важных сцен для меня это две драки. Первая и вторая, где что-то поменялось физиологически. Андрей просто прет и прет на него, как танк. Мы даже на съемках, а вы знаете, что мы эту сцену снимали два раза. Да, со снегом и без. ну, потом снег выпал и мы пересняли. Эту сцену мы могли не переснимать, первая точно такая же, но и там, и там, он просто, это и поставлено, но это и сыграно. Это важно, что он прет и прет, и вдруг он не сдается, в нем оказывается сила духа в этот конкретный момент сильнее. Марат измотан. Да, она была именно так поставлена, это было видно, было ощущалось, он как бык идет и просто его, тот выдохся прямо. выдохся, у него нет сил и он измотан еще и смертью Айгуль, и тем, что отшивом, и тем, что он предал как бы эти понятия, стал комсомольцем, вот этим всем он ослаблен, он может быть дело даже не в физической силе, а в этот момент в духовной. Вот. И мы, когда писали, вы тоже поймите, мы не знали, чем это закончится, мы поняли, что вот они сейчас столкнутся, выйдут, значит, после комсомола, и они сейчас столкнутся, и кто победит, и в этот момент мы не знаем, мы, мы как будто бы смотрим на персонажей и понимаем, что Андрей, понимаем, что Андрей, что если сейчас победит Марат, как будто это неправда будет. Вот. То есть, важно, что я хочу сказать, не программа с нашей страны, победил Андрей, потому что мы романтизируем бандитизм, и если ты бандит, то ты сильный. Это не так. Мы, наоборот, что-то узнали из-за того, что он победил, понимаете? И ощущение, что если победил Марат, я повторю свою мысль, как будто это неправда, как будто он сейчас не может победить, у него нет ресурса на это. И мы узнаем в итоге, как авторы, что-то о своих персонажах в результате сцены. Вот парадокс. Но это возможно только если ты относишься как к шахматам. То есть, думаешь только об этой сцене и в этой сцене, как он будет здесь. Потому что, я лично, как продюсер, я же работаю с авторами, меня смущает. Люди приносят по эпизодный план 10 серий. Они знают, что у них будет в третьей, что в четвертой. Они еще в диалогах ее не написали, но они уже все знают. У меня к этому подходу есть вопрос. Потому что ты можешь в какой-то момент проявить насилие над персонажем, заставить его, заставить Марата победить. И потом это, ну, зритель почувствует эту неправду. И возникнет насилие, потому что ты уже придумал третью серию, в седьмой он у тебя вот это делает, да, и ты, ну, здесь-то ты должен, он должен это сделать, иначе у меня там не срастется. Ну, вот. Я сам когда-то работал, ну, пытался сначала написать арку всей истории, потом писать в диалогах. Сейчас я от этого отказался. Сейчас последние свои проекты, я не знаю, что будет. И мы не знали, что будет. Мы были единственное, что было понятно, что хорошо не кончится. Потому что это все-таки криминальная драма. Ну, какая криминальная драма может закончиться хорошо? Я знаю один фильм, Буллет, 70-х годов, ну, их, наверное, он не один, но из тех, что я знаю. И это вызывает удивление. Там, это в книжке у Тарантино об этом фильме рассказано, где в конце человек, который ограбил, по-моему, банк, значит, они ограбили, он с женщиной уезжает в Мексику счастливый. Я смотрю последний кадр, да ладно, хэппи энд, это обманывает ожидания, почему-то. Потому что, видимо, жанр криминальной драмы, он все-таки предполагает, ну, как минимум, для кого-то из героев, может быть, не для всех, но для кого-то из героев, ну, трагический финал, ты как будто его ждешь. и в этом смысле там финал крестного отца, там гибель дочери, да, как будто бы это, ну, как это сказать, как будто бы по-другому. заложено, они все куда-то, или как схватка, они все куда-то едут, как вот здесь, в Абхазию, но ты как будто чувствуешь, что ничего не получится. Так, у нас несколько сразу уже ответвлений. Дороги пошло, столько мы сказали здесь. Вернемся все равно, тогда закончим с темой Андрея и Марата вот этого. вот он такой, да, то есть проявилось то, что в нем было заложено, и они в конце поменялись места. давайте еще раз скажу, вот по поводу заложено. Итак, мы не знаем сами до конца себя. Мы до конца, я в это верю, мы не знаем до конца себя. Оказавшись в одной ситуации, у меня у самого было так, что я, когда был молодым чуваком, я один раз сбежал из драки, ну, ломанулся, а в другой раз, когда бы стоило сбежать, я не сбежал. То есть у меня есть две истории в одной и той же практически экстремальной ситуации нападения внешних сил превосходящего соперника. Я один раз убежал, а другой раз остался, и мне сломали челюсти, вот, и я оказался в больнице в Москве на Тверском бульваре ночью. Вот. То есть я и в тот раз, и в следующий до конца не знал, как мой организм, наверное, есть люди, которые всегда останутся, наверняка, они есть. Вот. Но я об этом говорю, потому что как будто бы очень много есть аспектов, которые мы не учитываем, да, которые могут повлиять на наше поведение. Даже если мы знаем, как правильно. Вот мы знаем, как правильно. Вот. Поэтому ситуация проявляет человека. Психологи считают, я об этом где-то читал, что негативная среда, нищета, недостаток материальных средств, и когда человек это ощущает, очень часто запускают в нем негативные программы. То есть человек, живущий в достатке, у которого есть, что поесть, что надеть, и чем заняться, да, он скорее пойдет по условной дороге добра. Сейчас очень условно говорю. А если ты живешь в нищете, в стрессе, у тебя не хватает, то вот эти все агрессивные паттерны, они могут сработать. То есть мне кажется, что в нас, особенно в молодом возрасте, есть некие тумблеры, которые могут сработать. если человек чувствует, что он живет в условиях невыносимых, где ему плохо, да, в нем может что-то включиться, не хочется говорить там зверское, не в этом дело, но какая-то негативная программа. То, что ребята из разных семей, в том числе обеспеченных, и я это застал. В советское время мой ближайший товарищ, вот с него списана квартира Марата. Это мой детский друг, он был внук крупного чиновника, у него шикарно, ну, одна была квартира, потом они еще жили в доме, у них был дом, вот, и деда уже не было в живых. Вот такая же фотография, да? вот, он был предводителем своего возраста, предводителем гопников, был отчаянный очень парень, вот, и мы с ним вместе тусовали, и вот опять этот момент, который есть в первой серии, вместе тусовали, что-то дурили и так далее, потом он шел к своим, он не там не сильно менялся, но там он был другой, потому что он там был автор своего возраста, но там все по-другому у нас, у нас все по-другому называлось, я сейчас просто для того, чтобы не путать, вот, и это тоже, как бы, этих ребят, они оказались на улице в силу каких-то обстоятельств, одних и тех же, разные ребята, но оказались в одном месте по всей Казани, это не может быть какой-то хитроумный план, это больше, чем план, это, ну, какая-то социальная реальность их туда привела, вот, поэтому Андрей, ну, да, он отказался терпеть, и естественно, в нем это есть, но с другой стороны, не будь Искандера, который на него надавил, не будь этой ситуацией вокруг негативной, не будь этих группировок, да, остался бы он пианистом, ему это было не нужно, это была реакция на ту среду, в которой он оказался, вот, а дальше он, он все равно поменялся, мне кажется, что Андрей первой серии и Андрей последней серии все-таки разные люди, и в этом смысле Леон, которому 14 лет, он молодец, потому что он, как бы, эту трансформацию реализовал, ну, на мой взгляд. Говоря, мы о Марате говорили и о том, что он, вот, совершил поступок, у него есть характер, вы сказали, да, воля насчет Айгуль. Да. Тут возникает вот этот момент, когда смотришь сериал, я о нем в разборе говорил, что очень напоминает это пространство фильм «Такси Скорсеза». Я его недавно пересматривал и опять вот это заметил, что если грубо разделить мир на, вот, джедаев и ситхов, на белый человек, он не разделен здесь так, понятно, но если разделить, образно говоря, не криминал, а это там, Эльдар, отец Адидасов, да, там, Джонни, они, ну, не преступники на это, то такое ощущение, что эти люди не способны на поступок. Ну, по крайней мере, вот Джонни точно не способны на поступок. Не очень приятные люди, не очень приятные люди. Вот в фильме «Таксист» также там положительный герой, не очень они способны на поступок люди, не способны. И в итоге получается, что совершенно другой герой Данира, там, человек, сам преступник, который собирался там убить губернатора, он совершает героический, он способен на поступок, случайно. И вот здесь похожее ощущение, что с этой стороны, то есть вот такой человек, как Марат, он способен на поступок. А получается, что на той стороне люди не, мужчины, по крайней мере, мы говорим, почему мужчины, потому что есть Ира, которая способна на какой-то поступок, да, взять на себя там ребенка, это не способный на поступок. Ну, с Эльдаром не соглашусь, потому что он, узнав о том, что случилась беда, говорит, нет, я вас вытащу. Да, он не справился, ну, по крайней мере, он сделал какую-то попытку, он забрал ее, приехал к ним и так далее. Ну, то есть он что-то делает. Вот. Соглашусь, соглашусь, наверное, до определенной степени, что условные силы добра, они как бы ослаблены. Да, ослаблены. Ослаблены. Но, и это парадокс, и, ну, давайте признаемся честно, в бандитах оказывались, самые биологически активные мужчины. Там были спортсмены, у нас вся боксерская секция в городе стала бандитами в какой-то момент. Вот. Там оказывались всякие самбисты, духовитые, люди с духом, которые способны выдержать столкновения, пойти в драку, не бояться боли и так далее. Это какой-то специфический отбор, да, вот, практически по Дарвину, происходил. И дальше они же и гибли первыми. Первыми гибли самые смелые. Вот. Поэтому, наверное, это естественно. Другое дело, что, ну, Эльдар точно человек смелый, это однозначно, и в силе, в какой-то духа, мне кажется, не уступающий. А вот то, что комсомольцы, школа, учителя, родители, что все они другие, ну, да, да. Раз вы сказали про Эльдара, это интересно, потому что он отдельно выделить его, я хотел, по сравнению со всеми другими героями, вот, ко всем героям, в целом, коллективно, люди в комментариях, да, есть некое общее мнение. В общем, кто-то симпатичен, кто-то нет. Ну, оно общее, вот коллективный разум, да, выдает что-то общее такое, кроме Эльдара. Здесь радикально разделились мнения. Есть люди, которые видят его отрицательным персонажем, неприятным персонажем, отталкивающим, не то, что отрицательным, но что-то вот в нем, как будто не хватает в нем вот этой широты к действию. Некие методы есть, немножко подлинненькие у него, да, ну, тот же в туалете он, да, применяет методы. И ряд методов показывает, что он немножко отталкивает от себя зрителей. И есть те, кто видят в нем доблестного, такую староживую овчарку, которая стоит на защите закона от волков. Вот мир волков, а с волками жить, поволчевыть. Да. И вот есть такой, он немножко, а он больше, многим показался такой, немножко лис. Не столько овчарка, сколько немножко лис. Методы у него такие. Поэтому он радикально отличается. Восхищаются некоторые, некоторым он не очень приятный. Вот опять, мне кажется, он и то, и то. И то, и то. Он и то, и то. Потому что, безусловно, он считает борьбу с криминалом своей главной задачей. Другое дело, что средства ему кажутся, ну, возможны любые. Тогда про него возникает вопрос, на который только вы сможете ответить. Давайте. С удовольствием. Финал с ним. Вот он убил Кову, и он стоит. И дальше, дальше, вот он только что в этой серии говорил Марату, ты подбросил пистолет, так и так. И ты понимаешь, что дальше события можешь развить. вот сейчас Наташу отведут от него, да, задержат. И вот увидят, что не было пистолетов, он еще не знает же этого. И он, ну, как следователь, он быстро найдет его, там не тяжело найти, он его в коробку бросил. И вот вопрос, исходя из его персонажа, он, что сделать, он его подбросит или нет. Он там находится, вот сейчас, это пространство, пара метров. Я думаю, что это ему не нужно. Мы, мы сейчас приходим к вопросу, место встречи изменить нельзя. Похоже, финал, я говорил. Да, надо подбрасывать или не надо. Вот, ну, Жеглов считает, что надо. Если это его пистолет, то надо подбрасывать. Но, я думаю, что конкретно в данном случае ему это не нужно, потому что он напал на сотрудника. Но если понадобилось, он мог бы это сделать. Я думаю, да. Я думаю, если, ну, не подбросить его же пистолет. Опять, у него, я думаю, что вполне целостное представление о справедливости. Да. Они все за справедливость. Тут же еще важно понять. Просто все справедливость понимают по-разному. Справедливость Марата не соответствует справедливости Турбо. Справедливость Андрея не соответствует Кащеевой, Вовиной. У них она, у всех разная. Что такое справедливость? Вот. Но они все ее очень хотят. Это, я вообще верю в то, что мы существа социальные. И, ну, это в драматургии очень работает. Если ты хочешь подключить к персонажу, поставь его в ситуацию несправедливости какой-то. Вот, отбирают деньги насильно, бьют. И уже волей-неволей ты хочешь, чтобы его не били. Потому что это несправедливо, он же не должен денег и так далее. Мы социальные животные, и мы добились этого всего, вот это вот все построили, изобрели, потому что мы умеем сотрудничать. Да. И, когда мы сотрудничаем, мы должны разделять плоды трудов. и это надо делать по справедливости. То есть, это почти инстинкт. Вот. И в драматургии очень хорошо известно, что, я повторю свою мысль, что если ты хочешь подключить к персонажу, сделать так, чтобы за него начали переживать, вот, это не значит, что это на всю историю хватит, но изначально поставь его в ситуацию, где с ним поступили несправедливо. и захочется внутри сразу и как-то ты встанешь на его сторону. Про Эльдара говорим. У них получается очень интересная тема контраста отношения к этим ребятам. У него и у мамы. Потому что они четко, он высказывается о них, как о животных, которых надо давить, а она высказывается, они дети. И там есть моменты всплеска, где ты видишь в их действиях правда детей и правда зверей. Абсолютно. Вот Андрей там, когда они в комнате во второй серии, он говорит, я Дея Ильдар так наивно. Там, ну, абсолютно по-детски в какой-то момент. Или Марат наивно веря, что Ильдар ему поможет, вы же обещали мне вдруг. И расчет иногда хладнокровный у того же Марата может быть и у Андрея. То есть получается, что они в комплексе в принципе дают полный портрет и то, и то, да, в этих ребятах есть. И зверь, и ребенок. Безусловно. Безусловно. Ну, вот мы говорили о том, что они вдвоем дети, да, и прыгают на этих, на клюшках, как на коняшках, бегают и поют. Выходят на улицу, все, есть игра. Вот, по большому счету. То есть мы же играем, вот сейчас у нас правило с вами какого-то интервью, что мы сидим друг напротив друга, по очереди, вы вопрос задаете, я отвечаю. Это какая-то игра. Если я сейчас стану, начну ходить, игра развалится, потому что камеры не уследят и так далее. Я нарушу эти правила. Мы их сейчас установили, сейчас какое-то время будем играть. Вот. Таких игр полно. И группировка, это тоже игра. Там тоже какие-то правила, которым ты должен соответствовать. Вот. И эти правила исключают детство. Ты должен быть как бы, ты уже взрослый, все. Ты вступил во что-то серьезное. Ты теперь серьезный. Ты несешь ответственность за себя, за других и так далее. Вот. Поэтому опять разные среды их по-разному проявляют. Но если бы была возможность у них играть в футбол весь день, вот, и не чувствовать вот этого рушащегося, падающей империи, которая там вокруг... Ну, они бы играли, да? Ну, они бы играли в этот футбол. Наверное, все равно есть иерархический инстинкт. И кто-то был главный, кто-то... Но бежать на другой район, ловить каких-то людей, тратить на это время, обретать какую-то новую идентичность, мы универсамовские, ну, это было бы не нужно. Поэтому я еще и не согласен с... Если честно, с этой романтизацией, потому что ведь, когда говорили о романтизации, что это может сейчас люди будут повторять? Я, если честно, ну, наверное, какой-то идиот может что-то повторять. Хотя, примеров полно. Можно повторять и другие какие-то фильмы. Вот. Но есть же по щучьему велению. Может быть, кто-то щучье веление будет повторять, ловить щуку, мучить ее. Вот. Ездить на этой самой... на печи. Почему мы об этом не знаем? Если сейчас все на печах начнут... Ну, ладно, это я шучу. Так вот, почему я с этим не согласен? Потому что совершенно другая социально-экономическая ситуация. Ну, может быть, она не... Мы не на Марсе, но то, что возможности социальные, какие-то, какие-никакие лифты, возможность уехать, получить образование, найти работу разную всякую и так далее. И сам материал другой. Сами эти ребята этого поколения, они другие. Да. Поэтому мне не казалось, что это какой-то... Поиграть опять в это, надеть шарф, шапку... Вот они так и делали, флешмобы там есть. Флешмобы, потанцевать и друг друга поназывать пацанами или даже сыграть в снежки. Нет, я по этому поводу высказывался и высказывал свое мнение, что если кто-то и совершает преступление, где-то кричать, он бы его и совершил, просто не сказав этого слова. Он часть людей, которые увидел. Он бы и так, то есть это бы не сподвигло его на преступление. Его преступление было бы совершено в любом случае. Это никак. А почему не посмотреть на это? Я уже просто знаю людей с точки зрения родительской позиции, которые, посмотрев это, увидев героя Бурунова, реально задумались и обратил внимание, а где мой подросток-сын? А почему у меня потерян с ним контакт? А я ему не уделял внимания, и да, он немножко с кем-то там общается, и люди включились в жизнь своего ребенка, увидев и испугавшись. Вообще я вот не верю в воспитательную функцию кино, что она может воспитывать, но с другой стороны, понятно, что оно может к чему-то подтолкнуть. Я знаю человека, который помирился со своими родителями после просмотра фильма «Горько». Как-то там в конце они плакали, друг у друга просили прощения, и вот человек вдруг понял, что он должен это сделать. Ну, закладывали мы это? Ну, нет. Мы не хотели, чтобы волна прощения прокатилась по стране. Что мне кажется любопытным. Вот мы как привыкли? Мы смотрим кино и воспринимаем его качество. И мы говорим, это хорошее кино, мне понравилось, а это плохое кино. На самом деле, кино часто и зрителя проявляет. Оно создает ситуацию, в которой мы что-то о зрителе узнаем. Понимаете? Да, конечно. Вот что. То есть это одновременно как бы социальный опрос. Как люди реагируют? Кому они сопереживают? Что они по этому поводу считают? Меня лично очень удивил, я до сих пор не могу понять, как это возможно. В группе «Казанский феномен», которую ведет Роберт Гараев, значит, провели опрос, правильно ли Вова Адидас запрещает Марату встречаться с Айгуль? 47% сказали «да». Правильно. Правильно делают, что запрещает, потому что она изнасилована. Всего в вопросе, если я не путаю, участвовал 4000 человек, то есть это не 10 человек, из них... Это большая выборка вот этих конкретных людей, которых интересует «Казанский феномен», которые сами были гопниками. Ну, часть из них, потому что придерживается склада понятий, которые мы показали в фильме. То есть, благодаря этому мы узнали, я узнал, лично я узнал, я не знал этого, что есть большое количество людей, которые считают, ну, конечно, она же изнасилованная, как Марат с ней будет встречаться. Нельзя. Раз мы говорим об этом, поговорим об их отношениях. Да. Потому что в итоге получилось, правда, вот такие чистые, как вы сказали, отношения, отношения чисто Ромео и Джульетта здесь получились отношения. И финал драмы такой же. И у них даже совпало то, что в Ромео и Джульетте, да, один думает, что другой умер, а он спит пока. И здесь ведь Айгуль не знает, что Марат от нее не отвернулся. То есть там же так выставлено, что ему не удалось с ней встретиться и дать ей понять, что он-то не отвернулся от нее, он с ней. И это, может быть, помогло бы ей, не может, а скорее всего, помогло ей не выходить. Здесь вот этот и вопрос. Ведь от нее все отвернулись, получается, кроме него. Потому что есть люди, ряд людей, которые не увидели. Говорит, Марат тоже отвернулся. Вон он через дверь ей говорил, там, скажи, не было ничего, не было. А я говорю, нет, такого там нет. Там четко показано, что он не отворачивался от нее. Поэтому он и утром стоит, просто не удалось. Роковое стечение обстоятельств. Ну, там, может быть, хотелось бы верить, что чуть сложнее. То есть, с одной стороны, он понимает, что произошло. С другой стороны, он предлагает ей вариант, в котором, как бы, ничего не было и все. То есть, это тоже, ну, не совсем взрослая позиция. Но она, я думаю, в его случае извинительна. Потому что, ну, настоящая взрослая позиция, это, как бы, принятие. Он, он предлагает ей лгать все равно. Вот. Он, как бы, не принимает, зная, что произошло. Но мы можем говорить, что он единственный, кто не отвернулся от нее. Но он, естественно, не отвернулся. Он ее взял, привел, танцевал. Вот. И он бы, ну, он в школу бы пришел, в школе бы, если бы он успел, он, естественно, тоже бы с ней заговорил. У них тоже получилось, как вот эта драка в начале Андрея и Марата и вторая драка. Здесь также есть первый танец у них. Первый, он совершенно в другом настроении. Совершенно, это такая пиковая, пиковая сцена для Марата. У него все идеально. Брат вот этот, которого идеализировал, на которого молился, приехал, вот он здесь, начинаются эти важные дела, вот любимая девушка, все прекрасно. И вот на контрасте вторая дискотека, где совсем все по-другому. И эта музыка, Наутилиус-Пампилюс, как будто такое роковое предзнаменность, ты уже понимаешь, чем закончится. Да, ну, в момент поиска, когда ты ищешь, что герой делает дальше. Опять, мы оказались у этой двери. мы... Там еще вы понимаете, как, ну, я думаю, вы понимаете, но я это проговорю, что ты встаешь по очереди на место одного, потом второго. Вот я у двери, я хочу ее увидеть, хочу ее успокоить. Я боюсь его, как он теперь ко мне относится. и вот ты по очереди встаешь на это место и на место одного и другого. И потом вот мы поняли, что, ну, он ее зовет в... на дискотеку для того, чтобы все было нормально. Как тогда? Вот. Как тогда? Да, 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 да. Потому что если они сейчас придут и опять будут танцевать и все будет хорошо, и она увидит, что все хорошо и как бы по этому плану идет. Вот. И возникла таким образом эта вторая история. Но она опять, она не была, она не была сконструирована, она была найдена. Оно где-то там было. Друзья и подруги, большие разборы серии были у нас и продолжились большие разборы персонажей. Но ряд персонажей он будет разобран и разбирается на Бусти. Уже сейчас там есть большой разбор Марата, а также Андрея Пальто. Также будет разбор одного из женских персонажей совсем скоро. И не надо их раскрывать отдельно, можно просто подписаться на ежемесячную подписку и можете смотреть все разборы сразу же. Ссылка на Буст будет в описании. Так что присоединяйтесь, кому интересно, и смотрите эти большие разборы персонажей сериала, который вам так понравился. Там так здорово получается, я обзор второй серии делал после финала. И там я посоветовал зрителям, и многие начали пересматривать первые серии. Они гораздо сильнее работают именно первые серии, когда ты уже всю картину видишь. Особенно во второй серии это видно. Вот те ружья, которые с Маратом, когда он Ире говорит, мы своих девочек сохраним. Ты первый раз, когда это смотришь, это вообще никак не сработает. А когда ты знаешь, чем это все закончилось, это очень сильная сцена получается, когда он говорит, и все это разрушится в то, что он верил. Когда он во второй серии идет и смотрит на ее балкон, и показывает, это совсем иначе. То есть, гораздо больнее смотрится эта вторая серия. Поэтому тут вот есть момент, что слово пацана стоит второй раз, вот по крайней мере, первую часть, вот эту пересматривать, по-другому. Некоторые сцены работают сильнее. Ну, сначала ты просто эти ружья не видишь. Это там есть, это интересно очень. Да, это стало ружьями, потому что они потом выстрелили, да, но изначально, конечно, мы, ну, посмотрел на балкон, а куда я вообще смотрю. Ну, в принципе. А теперь ты смотришь, и ты понимаешь, что в этом всем заложено. Ну, я вот, кстати, об этом не думал, потому что, ну, как, производство, ты снимаешь все вот так, а потом ты начинаешь все равно монтировать. Сначала первую серию, потом вторую, потом третью, потом четвертую. И вот мы можем перейти к пересъему и про пересъем поговорить, потому что, пока я двигался от первой серии, у меня возникали, я и это хочу переделать, я и это хочу переделать. Я уже не помню всех пересъемов, но на самом деле мы много чего доснимали, переснимали, но мы ничего не могли переснять и доснять с Ваней Янковским, потому что он снимался в проекте преступления и наказания со своей большой бородой. И он там не мог побриться, а у нас он с бородой не мог быть. Поэтому мы переснимали сцены с Маратом, с Андреем, что-то здесь, что-то здесь, что-то здесь, но с Вовой мы ничего не могли сделать. Он освободился только 27 ноября. 27 ноября он побрился. А плюс надо было со всеми совпасть, поэтому у нас первая смена пересъема была 4 декабря, 4-го, 5-го, потом 7-го и последняя 12-го для 8-й серии. Значит, теперь, почему я принял решение эту 8-ю переснять? Это произошло 9 ноября. Значит, я собрал 8-ю серию, она мне не понравилась. Я понял, что надо переснять, но как переснять, я еще не знал. На премьере, в день премьеры, с утра, я приехал в кинотеатр «Октябрь». Есть такая процедура технической проверки звука и изображения в день премьеры. Это всегда происходит рано утром, в 9-10 утра ты приезжаешь, приходишь в зал и смотришь копию на большом экране. Я смотрю, значит, финал второй серии, где Эльдар бьет валенком Марата и я понимаю, что он должен это сделать с Коликом в этом же самом туалете. Я просто это понял, что это должна быть эта сцена. Он должен теперь делать то, что делал плохой дядя Эльдар. Должно быть какое-то колесо насилия неостановимое. Значит, эта сцена. Вторая вещь, которая меня заставила переснять 8-ю серию, значит, я вдруг задумался, а как бы поступил мой отец, мой папа, если бы я убил человека. Я вспомнил ситуацию, в которой у меня там троюродный брат убил человека и об этом узнал папа и мне сказал, если бы ты так сделал, я бы от тебя отказался. Я подумал, а что у нас Бурунов так его принимает? То есть, возможно такое? Возможно. Сделал он хорошо, это сыграл? Да, это все есть. Но я лично понял, что нет ни одной сцены, в которой бы хотя бы какая-то одна фраза от моего папы не звучала в устах Бурунова. То есть, это вот он другой был, он другой был, мой папа, но часть текстов, но часть текстов, вот, она прям от него. Какие-то фразы, какая-то позиция такая, интеллигентская. Ну вот, он у меня, он там в какой-то сцене с журналом иностранной литературы у меня папа все время читал. Вот. Короче, я понял, что нет, нет, он должен отречься от него, он должен от него отречься. Вот. И мы начали разматывать, если он отрекается, как это сделать, эти люди, меня раздражает на самом деле массовка всегда. Я думаю, что режиссеры меня поймут, потому что массовка это вот как раз самая малоконтролируемая зона. Потому что артистов-то отобрал, они как бы стараются работать. Даже если это артист с одной фразой. А массовка, она появляется только в день съемки. Ну там люди сидели за столом. Да я, ну, вот. То есть, я вдруг пришел к тому, что нет, он один там. Никто не пришел. Раз он не пришел, значит, об этом стало известно всем. Раз стало известно всем, значит, Эльдар должен прийти. Мы сначала написали просто сцену телефонного разговора, потом я думал, да нет, мы должны увидеть, как Эльдар пришел на завод и что произошло с ним. Это тоже там, чуть ли не в последний день мы довставили. Ну, как бы, ты продолжаешь все время это работать над тем, чтобы это дособрать. но запрос на то, чтобы с отцом они поговорили по-другому и Марат все-таки Колику отомстит, ну, он не может ему отомстить, он не может его убить, да, поэтому это тоже месть такая, которая его не удовлетворяет до конца, на мой взгляд. Ну, по нему видно, когда он там лежит, плачет, что да, ничего, утешения он не получил. Утешения он не получил, да, вот казалось бы. Он как бы не предал ее память. И третий момент, с которым я уже, начиная с седьмой серии, не согласился, значит, Вова очень стал просветленным. Вот. Я хотел, ну да, да. Мне это, когда я посмотрел восьмую серию, я не поверил. Вот я сам себе, и не потому, что Янковский плохо сыграл, сыграл убедительно. Но я не поверил, что наш персонаж вот так вот превратился в Сиддхарху. Абсолютно получалось, что в седьмой серии, я об этом говорю, в седьмой серии, если смотреть, да, демо как была, в седьмой серии, вот после этих всех событий с желтым, он такой уже вот этот, идущий на Голгофу, такой уже просвещенный, все прозрел, все понял, кающийся. Можете убить меня, распните меня. Вот такой он. Да, а здесь мы видим, да, он эти события, он увидел, что он сотворил в седьмой серии, но в восьмой мы видим герои и шестой, я и говорил это. Да. Мы видим персонажи, то есть не переродился он после того, как увидел, кого он убил. я с этим, сам с тем, что мы написали, короче, не согласился на это, посмотрев, что он стал Буддой, Сиддхартхой, Гаутамой, который вот абсолютно отказался от всего и ходит туда-сюда. Там есть даже эта фраза, когда они в туалете, он Марату говорит, его настигнет, он как философ такой. Да, 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 да. Вот это мне не понравилось. Вот если с отцом мог отец младшего, значит, долбить за то, что он гопник, а старшего вдруг, бывает такое, да, это возможно, то здесь мне это не понравилось. Это первое. Второе, мне показалось, что достойно Наташи и Вова все-таки неких любовных приключений. чтобы они встретились, куда-то, блядь, побежали. Вот. Что-то там с ними произошло. Произошел секс. Все-таки. Какая-то любовь. Они все-таки половозрелые. То есть, если Айгуль с Маратом, им по 14 лет, какой секс, поцеловались и все, то это, в общем, взрослые люди. Они, эти персонажи достойны этого. И в итоге мы как бы сформулировали задачу, мы переписали, на самом деле, восьмую серию за 4 часа. Вот. Потому что эти вопросы накопились, мы собрались в зуме, я на доске выписал все, что хочется. Хочется любви между этими, хочется, чтобы отец от него отрекся, хочется, чтобы он отомстил. Давайте. И мы начали потихонечку пересобирать. Вот возникло в связи с этим приключение, с тем, что он приходит ее забирать, там, Ильдар, мне показалось важным все-таки с антагонистом хоть раз столкнуть, они не сталкивались до этого, то есть он его ищет, 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 вот, их столкнуть. И, ну, и дальше, вот, они, оказывается, в этой старушке, уехать они не могут, на вокзале он везде висит, это тоже очень было легко сделано в 8 серии предварительной, в Черновике, в нашем, очень легко он приходил, билеты покупал, садился в поезд, и вот, значит, должен был уехать. Теперь два момента, которые, в принципе, были норм. Значит, момент один, его настигал цыган, да, соратник желтого, то есть его настигало зло из мира группиров. В целом, я с этим подходом согласен. И там был момент, который пояснял, что вот он, почему, где на похоронах он так спокойно остался, никто его не тронул, что, ну, впоследствии ему планировали, да, привлечь чуть позже. Что, ну, как бы, никто не расслабился, все, все хотят вместе. Вот. Этот, в принципе, момент меня устраивал. Но, пересобирая историю, брать цыгана, а, естественно, мы это обсуждали, брать цыгана, тащить его в ресторан, да, сажать, он видит его, и все то же самое происходит в ресторане. Вова выходит от отца, сталкивается, ну, показалось уже как будто бы менее, менее убедительным. И Эльдар, мне показалось, опять же, что Эльдар с его вот этой хваткой, а он ищет, значит, убийц все это время, что он как бы должен. И вдруг он исчезал. Да. Просто пропадал, да. Просто пропадал, да. Ну, то есть, это, вот. И второй момент, это комсомольцы. Значит, сцена в бане, это омаж фильму 88-го года ЧП районного масштаба. Значит, есть один на СТС редактор, который сразу это опознал, потому что ему, он чуть постарше меня, и поэтому он знает этот фильм, он говорит, а, это ЧП районного масштаба. Если будет возможность, вставьте, они там плескаются в бассейне, прям один в один, голые. Вот. И мне эта сцена нравилась, скажем так, головно. Она не была сильно эмоциональной. Вот. Многие люди, да, вот, очень переживали, что ее не было. Она хорошая. Да. Она хорошая. Вот. Но это все-таки в бане происходит после того, как вот он отомстил Колику. То есть, если заново пересобирать таймлайн... Это будет потом, когда он уже часть этого коллектива, потом... он должен... Это так, это по идее, вот он отомстил Колику, и дальше надо было бы поставить тогда эту баню, и потом только песня на рояле. Ну, это просто... Переперед, одно на другое накладывание. Да. Конструкция... Финал трех героев. Да. И здесь, получается, он мстит Колику, и она просто по таймингу не попадает. Да, да. Она просто... Хотя сцена сама к ней, у меня вопросов нет. Будем считать, что это бонус сцена. Вот, чтобы зрители знали, что... А то некоторые переживали, что именно этой сцены... Я слышал версию, что это вырезали из-за того, что многие комсомольцы сейчас у власти, и они... Я вообще в этом не увидел, почему-то наоборот получалось, что это как бы вот... Вот как не верили в идеи люди... Финальные коммунисты свою идею. Здесь было показано... Да, они не верили, но тогда надо запрещать фильм ЧП районного масштаба, потому что первый раз это было показано там. Если вы посмотрите ЧП районного масштаба, вы узнаете и сцену приема в комсомол. Мы оттуда взяли структуру сцены и вопросы. Вот. И последующие они принимают в комсомол, но пока они принимают в комсомол, они друг другу говорят, ну что, мы сегодня едем в этот комбинат здоровья. Да, да. То есть это мы в данном случае взяли... Это очень известный в конце 80-х был такой перестроечный хит. Я думаю, это вот самое интересное всех волновало. Вот ответ, который я настаивал на этом. Ну, мы же не знакомы были, я настаивал на том, что здесь нет никакого какого-то хитрого плана поменять финал. Я... Ну, видно было это просто, что это чисто режиссерское желание. Там было видно режиссеру, что вот родилось что-то, и он хотел переделать. Но без того. Вот вы сказали прямо конкретные вещи, которые не понравились. Раз мы говорим тогда о папе, который должен был... Я сейчас одну важную вещь скажу, потому что я все мечтаю, что, может быть, вот эти самые какие-то студенты, молодые люди посмотрят, и... ну, как бы... ну, как сказать, настроить на важное, на то, во что я верю, что... чего часто не хватает. Вот есть такая фраза. Писать значит переписывать. Это, опять, если ты хочешь стать сценаристом, ты должен принять, что никакой финальной версии нет, ты продолжаешь искать, 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 и всегда можно лучше. Вот, особенно, если у тебя есть возможность быть на съемочной площадке, посмотреть, как артист это говорит, блин, фиговая фраза, нет, не говори это, но это постоянно происходит, это как подгонка костюма, костюм может быть шикарно сшит, но все-таки на человека его надели, а здесь вот длинноватые брюки, здесь вот, ну, то есть, текст всегда подгоняется. То же самое, по большому счету, монтировать, это перемонтировать, и снимать, это переснимать. Почему так не говорят, снимать это, это переснимать, потому что это слишком дорого. И вот, первый раз, столкнувшись с необходимостью пересъема еще в Горько, а там, например, сцена «Одиночество сволочь», она доснята. Эта сцена не была в сценарии, но мы снимали подряд, и когда я дошел, и я понял, у меня дыра, потому что дальше уже они стоят со свечами, мне надо сейчас придумать что-то. Ну, то есть, танец был запланирован, но там со Светлаковым какая-то ерунда происходит, там и так далее, и так далее, там целый бобслей собран, это все доснято. Второе Горько, пересняты сцены, я их переснимал прямо в процессе, вот, но там был очень ограниченный бюджет. Как только бюджет стал вырастать, я стал требовать, чтобы мне планировали до съемки, потому что невозможно с первого раза снять хорошо. обратимся к замечательной книжке Билли Уайлдера, где он говорит, Билли Уайлдер, который снял супер-хиты в джазе только девушки и так далее, и так далее, куча всего, Бульвар Сансет, он говорит, значит, по дороге домой у него был светофор, он говорит, все время, едучи со съемок, я попадал на красный светофор, вот я останавливался на этом красном светофоре в определенном месте, и каждый раз бил себя по ноге и говорю, вот как это надо было снять, вот это великий Билли Уайлдер, он говорит, но артист уже уехал в Венгрию, декорацию спалили, но когда этого не было, он переснимал, Данелия переснимал, точно известно, просто это записаны и Данелии, и Басилашвили, осенний марафон, сцену, когда рукава куртки отрывают, а играл Басилашвили и Гундарева, шикарно сыграли, но слишком драматично, а сцена практически в начале, он говорит, вы мне остановили фильм, надо переснять, то есть они даже текст не поменяли, но тональность не соответствовала тому, что ему было нужно, он переснял, так вот я начал планировать эти досъемки, и здесь они были запланированы, они стояли, мешала только Борода Янковского, еще раз, важно, поэтому я знал, что количество ошибок, как бы выявленных, оно к последним сериям растет, и из-за того, что вот мы с вами говорили, ты играешь эту партию, да, и если здесь ты поменял, то и там надо поменять, значительно, да, уже большое расхождение, и мой опыт подсказывал, что понадобится, как минимум, там, две-три смены, то есть можно ужать все, ты уже знаешь, как надо, ты снимаешь с меньшим количеством дублей, тем не менее, то есть это, я считаю, это норма, это очень сложно, потому что дорого, но если ты изначально с продюсерами говоришь, ребят, давайте из нашего бюджета выделим хотя бы одну смену, отнесем ее за зону монтажа, это могут быть крупные планы, это могут быть детали, иногда крупным планом можно решить проблему, да, вот, сцена, в принципе, нормальная, но надо, чтобы он вот это сказал, или он вот это произнес, вот, поэтому он, эта досъемка была запланирована, ну, и то, о чем я рассказывал, в «Ди Каприо» я тоже переснял всю восьмую серию, ушли очень грустные, крутейшие сцены с искусственным дождем, под дождем Хлынина с Петровым, прощались навсегда, с ребенком уезжала, она на такси, плакала, она так хотела, чтобы Юля Хлынина, чтобы эта сцена осталась, но пересобрали, поняли в какой-то момент, что неправильно, допустили ошибку, финальную сцену там, Васи, Антона Васильева и Ревенко, Саши, мы переснимали три раза, мы приезжали, мы приехали, сняли, нет, не то, приехали, пересняли, нет, не то, приехали, просто это было, уже к этому моменту там, поверили продюсеры, так же, как здесь, то есть, первые там пять, пять-шесть серий работают, ну, почему бы не выделить, да, какие-то средства, не маленькие, но тем не менее, не фантастические, на то, чтобы это улучшить, доделать и так далее. Про финал, вы все сказали, даже не пришлось задавать вопросы, в принципе, которые я думал задать, кроме одного тогда получается, про Андрея, потому что там есть изменения тоже, в первичной демо-версии, там есть сцена, которая меняет, меняет некий посыл, то есть идею, как зритель это видел, я скажу, в первичной версии, он подходит к этим парням, и говорит, попрыгайте на ножки, и берет у них деньги, и получается, что вот у него жизнь дала второй шанс, опять семью, сырой, которую он отказался с часами, да, выбрал новую семью на улице, и он выбирает улицу, вот он, причем он заканчивает такой цикл, начался он с той стороны был в начале, кому говорили попрыгать, теперь он с этой, как, собственно, он должен был, 180 поменять, и из-за этого, да, вот он приходит, его видит этот, с видиком, финальной версии, этой сцены нету, и можно прочесть иначе, что он наоборот сдает вот эту шапку, которую Марат давал, как инициацию в эту группировку, то есть вполне может быть, что он и решил, что выберет семью, быть семьей, но тут такой посыл, отвечать за те поступки, которые ты зараньше делал. рассказываю, есть рифмы интересные, как, например, мне кажется, я это называю рифмами, когда Эльдар избивает Андрея во второй серии, а потом Марат Колика в этом же самом туалете, в этой же самой милиции, мне кажется, это рифмы интересные, вот такая буквальная рифма, да мы видели уже, что Андрей стал бандитом, это человек, который избил своего бывшего лучшего друга, за то, что он вступил в комсомол, вот, и толкнул его ногой, да, то есть он как бы вот, опять, некий символический жест, он, ты не человек, да, ты мне не равный, потому что ногами как бы равного не бьют, вот, и, ну, типа не бьют, опять это все, знаете, часто, тем не менее, поэтому мне эта сцена, она, ну, мы ее сняли, ну, она меня не радовала, не радовала, я еще хочу сказать, вот опять, если мы создаем череду аттракционов из экстремальных ситуаций, внутри которых получаем новую информацию персонажа, то об Андрее в этой сцене мы ничего нового не узнавали, то есть, наверное, это чуть влияет на восприятие, может быть, он сейчас задумается, да, и вернется в семью. Нет, потому что у людей возникла мысль, раз ее нету, вот, вот тот самый плохой эффект, что увидели, да, другую версию, если бы не было, и не возникло бы, потому что правильно в сцене, после комсомола принятия Марата, там четко видно, кто выбрал какую сторону, и что Марат не выбирает семью, там видно, когда он Ире прет в глаза, да, да, и идет, да, да, я пойду музыкалку восстановлюсь. Но когда увидишь две версии, ты задумаешься, ага, она была, а ее теперь нету, почему ее нету, может, потому что теперь он, значит, вот, из-за этого, а так бы, да, это и не возникло бы. Вот опять, возвращаясь к этому важному принципу, мне кажется, важнейшему, быть готовым отказаться от вот этого, вот, мы же снимали, снежили, значит, играли, монтировали, и я скажу вам так, что в этом смысле, ну, это некая гигиена, и мне кажется, надо постоянно себя заставлять это делать. Я с удивлением, когда я стал продюсером, столкнулся, я не знал это, потому что я все время хочу все вырезать, вот, потому что будет быстрее, я помню, последняя ночь, перед выпуском самого лучшего дня, мы посмотрели финальный звук, сидим в курилке, и я говорю, блин, да может вырезать этот тверк, нахер он нужен, вот, ну, и меня там, мой субпродюсер, звукорежиссер, да нет, классный номер, давай оставим, вот, я на самом деле, в какой-то момент, вот ты все собираешь, собираешь, монтируешь, я думаю, у вас так же, собрал все, и потом нафиг, 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 и ты начинаешь это ужимать, до момента, где, ну, вот, уже, уже по-настоящему жалко, уже по-настоящему важно, уже плоти отрезать, да, да, уже важно, это важно, и поэтому, ну, смотрю я эти деньги, да блин, ну, мне не жалко, вот, с комсомольцами, наверное, наверное, этот факт, что желтый убивал, и он гиб все-таки, в результате, как бы, мести, тоже забавное, но тут приходится выбирать, и все-таки, мелочь, но мы ее не сказали, есть, понятно, вот этот монтаж, что-то остается, что-то не остается, и вот явно, там есть такой момент, в первой серии Зазора, который многих интересовал, какая-то сцена отсутствующая, когда встречаются Андрей и Марат, у Андрея фигал, я слышал, спрашивали, да меня Андрей Золотарев спрашивал, мой автор, он говорит, блин, давай доснимем, дело в том, что это меняется, но первая серия, она вся глазами Андрея, первая серия, это моноистория, у нас второй, второй и третий главный герой, линии B и C, в сериале должно быть, ну, линия А, линия B, или А, B, C, так вот, они не запущены, они присутствуют, один виртуально, в виде фотографии, Янковский, и Марат присутствуют, но первая серия, это глаза Андрея, да, там есть сцена с, этим самым, с Калагримом, да, с Кащеем, где действует Рузиль, и его знакомство с Айгуль, но это две сцены исключения, его, его линия еще не началась, мы с Андреем с утра, мы с Андреем в автобусе, нас избивают, мы с Андреем едем в Москву, с Андреем, не с Маратом, поэтому вот этот пропуск, что там произошло с Калагримом, да, за чего он получил этот фингал, ну, что-то там у них какие-то дела, какие дела, мы увидим, они, он подрабатывает у них на перстках, вот, там же как рассказано, он говорит, мы тебя будем брать на долюгу, ходишь с нами на долюгу, потом открывается дверь, у него фингал, что-то он там сделал не так, на этой долюге, ему попало. Но это в любом случае всех интересует, то есть это от Каще ему досталось, от них, от этих. Ну, я думаю, да, то есть мы даже не придумывали, что, ну, просто чисто, как сказать, интуитивно, что-то пошло не так, он получил от старших, причем, не желая с этими старшими, с неприятными, в общем-то, сотрудничать, но, они его вынадили. Так. Хочется спросить про еще одного там момента персонажа, потому что ты вот детально ловишь, про Турбо тоже интересно многим, это момент, который, ну, можно так увидеть, я, например, тоже так увидел, я сказал, я бы так увидел, что, когда он отшивает Марата, когда вот происходит вот вся эта история с Айгуль, есть ряд людей, которые говорят, ну, он просто по кодексу, да, следует к кодексу, но исходя из некоторых моментов, есть ощущение, что у него какое-то есть личное неприязнь к Марату, почему, объясню, потому что вот пока главный Вова, и он там как прячется, да, в переделанной седьмой сцене, он не приходит к ним в подвал, что логичнее, да, и к нему с деньгами, да, турбо приходит, и вот там он ему уточняет этот вопрос, беспокоящая его, да, эта вещь, он ему говорит, забудь, дальше назначают главного, опять же, зиму, тот тоже пытается свести на нет, то есть нам показывают, что в принципе, в целом, можно эту ситуацию свести на нет, ее уже нет в живых, свести, это не принципиально, потому что главные говорят, можно свести, он обостряет, он хочет, чтобы это произошло, то есть у него есть какой-то момент, мы видим, что он из бедной семьи, папа, мне говорит, как папа, а это такой богатенький мальчик, у которого и брат, и вот все ему достается, есть этот момент? Я думаю, что да, мы это закладывали, я не все помню, что мы там закладывали, но почему я думаю, что это так, потому что помните, после похищения Турбо возмущается, что Андрей сам напал на Хадишевского и говорит, какого фига, тебя что просили, старшие нам говорили, не надо, а ты сделал, ты должен как бы слушаться меня, вот, или там Кащея, ты теперь перед Кащеем будешь, и Вова говорит, я твой старший, оставь его в покое, ты нормально сделал все, вот, вот этот момент, что их не слушают, ни во что не ставят, у него есть, к Марату, и он же именно там, в подвале, в четвертой серии, говорит, ты при брате такой смелый, его наличие этого брата, каким-то образом триггерит, триггерит, вот это, опять, он его не ударил, тогда, когда за курение получали, а зима ударил, а зима ударил, и как бы на самом деле, это даже лучше было, потому что, не ударяя его, это как вот, в армии бывает, да, кто-то плохо поступил, всех наказали, а того, кто плохо поступил, не наказали, и общее настроение негативное, да, то есть, вот его опять, зиме все равно, что у него брат, не брат, вот, а Турбо это каким-то образом задевало, это первое, второе, мне кажется, ну, вот это мы точно обсуждали, что Турбо рассчитывал, что он второй человек в стае, его внутреннее ощущение второго человека в стае, при Вове, устраивало, вторым человеком при зиме, не устраивало, вот, и это сделал Вова, и несмотря на все уважение к нему, почему мы Марату сейчас будем это спускать, я не понимаю, вот, ну, я сейчас за Турбо говорю, ну, да, да, вот, там это четко и видно, что вот он чувствует себя вторым, вы это показали, когда Вова говорит, вы не готовы начинать тренировать, а он стоит, он говорит, что-то стоит, что же давай, да, он второй человек, он имеет право на что-то, на что-то больше, и вдруг назначают зиму, именно потому, что Турбо, это самое, ну, и плюс, не знаю опять, это получилось или нет, но в Турбо есть непредсказуемая, предсказуемая какая-то агрессия, которую Вова немножко побаивается, он его не взял на разборки, мы же, я сейчас аккуратно скажу, консультировались, мы узнали реальный случай, что одного достаточно авторитетного бандита на подобного рода стрелки не брали, потому что он начинал заводиться, и вместо возможного компромисса всегда возникали проблемы, и вот его конкретного человека, его как бы при всем уважении, но мы поедем без тебя, и мы решили это использовать вот здесь, что вот он его не взял, и там что-то произошло, и вот этот иерархический инстинкт, который в людях есть, он существует, понять, кто нашу группу ведет, кто у нас руководитель, кого я слушаюсь, или может меня, он, конечно, в Турбо очень активно проявлен, особенно на фоне зимы, то есть зима равнодушен ко всем этим историям, а Турбо важно все-таки рано или поздно стать главным. Лидером, да. Он стремится к этому. Он к этому, да, стремящийся, вот. И поэтому вот этот вот вопрос... Поэтому брат, которому, как сказать, как будто бы многое дано, вот, с какого фига он на это рассчитывает. Вообще это дано. Про символизм вещей мы не сказали, а он там прям сильно есть, например, шапки эти. Ну, факт, потому что у семьи Андрея... Вы знаете, я вам хочу сказать, вы какого года рождения? 86-го. 86-го, значит, вы не помните. Я 79-го. У меня был момент, я поехал в Москву к своему дяде, который работал, в частности, вот в Центре международной торговли поваром в ресторане. Потом был шеф-поваром там в московских ресторанах. И взял у него пустые банки из-под пива. Привез в свой родной маленький город. Я на эту банку мог выменить постер, мог выменить какие-то игрушки на пустую банку из-под пива. Это был 89-й год. То есть вы не представляете на самом деле до конца уровень нищеты. Вот эту очередь, которую мы показали в седьмой серии, ведь это документальная очередь. Я помню, как застал ребенка, как стояли прямо на хлебозавод. Да. С пять утра. У меня прям бабушка, и я все это... Ну вот, значит, в 3-4 года, да, уже можно что-то запоминать. Но вот это чувство, когда любая вещь, она тебя выделяет. Ну, вы знаете, меня непродолжительное время называли Adidas в детстве. Я оттуда взял эту кличку, потому что мне... Я не помню, папа или мама привезли кепку Adidas, на которой было написано Adidas. Я вышел в свой двор, и мне... Эй, Adidas! Вот. Потом, как только я ее потерял, меня так называть перестали. Но материальное, оно, конечно, ну, играло одежда, оно как некий кот, играло невероятную роль. Поэтому получается, что у этого шапка, у этого шапка. Потому что ты эту кепку надел, и ты крутой. Я еще... Это еще в 90-х было. У меня был берет, я помню, из Лондона мне привезли. Берет, в котором я ходил, значит, в клубы ночные, танцевал, значит, рейв. Вот. И этот берет, я просто берег, потому что он, он меня просто, ну, делал другим. Такой вещи, он был специфический, с эмблемой какой-то английской, он сразу тебя, что-то какую-то сообщал, а тебе... Да. Значимость тебе придавал. Ну, там просто попадает интересное совпадение у всей семьи Андрея. Да. Мама шапкой проигрывает, Кащею сходит с ума, дочка, по ее же примеру, продает шапку, ее забирают органы опеки, он только сдал шапку, и в итоге его забирают, попадают на сону. Это как-то было... Но нет, конечно. Это просто такое совпадение получилось, что все такое. Но это совпадение... У них прям очень сильное совпадение. Да, это люди помешанные. Нет, так я вам... Шапки, видите, еще важно, что есть кепка, это вот... Да, да. Тоже, тоже. Но это... Это мир вещей. Другая, ну, и ее, она более заметна в кадре, потому что вторая по значимости вещь была обувь. Я помню, у меня в каком-то девяносто первом году появились кроссовки на меху. Вот такие тоже какие-то самопальные, какие-то польские, белые. Но это был космос просто. Я в этих кроссовках, я чувствовал себя, ну, невероятно, было холодно, жутко. Вот. Несмотря на то, что они на каком-то говномеху были. Вот. Вторая вещь, которая могла бы их выделять, это обувь, на которую обращать внимание. Но она не так часто в кадре, только на общем плане. Поэтому, в общем, в итоге заканчивается это все шапкой. Понятно тогда, да. Ну, значимость материального, очень большая значимость материального в то время и в тот момент времени находится там. Мы говорили про папу Вовы и Марата, и то, что надо было, что, ну, не мог он так отреагировать, да, вот деньги дал, да, уезжай. Но здесь еще интересный получается момент на контрасте. Там его не коснулось. Ну, к нему все пришли, он все еще почетный человек. А здесь получается усиление, что все-таки его коснулось, когда он и не мог, да, иначе. То есть, это тоже, ну, как бы дополнительная монетка, фактора вот этого неприятия, как у вас там, у убийцы, он так от себя, как бы отгораживает, как и папа Айгуль, да, это твоя дочь, кричит, сразу отгораживает, то есть, все плохое, это твоя дочь. Он говорит, как у вас там у убийцы, как будто уже ты мне не сын. То есть, есть фактор, что меня коснулось, его коснулось, его мир разрушился. Вот смотрите, я так отвечу. Опять, если мы создаем экстремальные ситуации, чтобы что-то о персонаже понять, да, то, ну, следуя там, это, ну, в театральном институте нас этому учили. Надо довести ситуацию до максимума. И там посмотреть, как этот рак в кипящей воде, не 60 градусов сделать раку, а 100. И тогда ты увидишь, как он меняет цвет. Вот. Поэтому тут то же самое с Буруновым. То есть, когда это коснулось его лично, когда это пришли к нему в кабинет, когда, тогда вот мы и видим какого-то нового Бурунова, скажем так, нового отца. А так у него получалась возможность действительно выскочить. Поэтому здесь скорее, как сказать, некое докручивание. Не попытка придумать ему мотив, но мне бы хотелось верить, что даже если бы люди пришли, даже если бы люди пришли, он все равно бы. Мне, мне почему-то так верится, потому что, ну, я верю той фразе, которую сказал папа мой. Я ему в тот момент поверил. он это так сказал, что я поверил, что если я убью... Но так было убедительно. Ну да, то есть это не было, если бы ты так, я бы... Это была какая-то после паузы, после разговора, после размышления, он мне это сказал. У меня, я же собирался снимать преступление и наказание в 92-м году. Мы написали сценарий, не нашли финансирования, проект заморозили. Но у меня после этого мне начало сниться, что я убиваю кого-то. Вот такой был сон. И я просыпаюсь и со счастьем думаю, господи, я... Нет, это мне просто приснилось. А смысл сна такой. Я убиваю кого-то человека, это иногда мой знакомый, иногда незнакомый. Ну, какая-то ситуация. И я думаю, господи, зачем я это сделал, мне с этим жить всю жизнь. Вот история, которую мы писали, она как-то во мне вот такими с нами выходит. Это преступление и наказание, потому что мы долго этим занимались. Мы занимались преступлением и наказание ровно до слова пацана и даже немножко параллельно. И поэтому преступление и наказание Достоевского, оно здесь тоже есть, потому что практически одновременно мы занимались. тематику Достоевского и вот это все ощущение к седьмой серии сильно почувствовали зрители. Прямо почувствовалась эта тема. И с героем Вовы это очень чувствуется. Герой Вовы последняя по финальной серии, герой Вовы, он другой. Это сразу заметно было, что не такой кающийся получился, и это лучше. но там есть момент, где мы говорим, что все-таки выбор он сделал. Это когда он сбрасывает пистолет. Есть такое? Что мы этим сброшенным пистолетом видим, что выбор он сделал окончательно. Он мог его оставить на всякий случай. Отстреливаться. Он выбор сделал, что он не убийца. Что он с этим завершается. Здесь точку он поставил. Есть такой момент? Такой момент есть. Может быть, я сейчас размышляю это переписывать, снимать это переснимать. Может быть, может быть, существует какая-то сцена, которую мы не придумали, в которой это можно было бы четче и ярче продемонстрировать, что он хочет выскочить. Но это опять-таки мне кажется, все пытаются так делать. Тем не менее, я об этом персонажу ты ищешь референсы в реальной жизни. так делаю. У меня была потрясающая история. Это было 20 лет назад. Я сел в поезд Москва-Нижний Новгород. Поезд был до Кирова, но он шел через Нижний Новгород. Плацкарта, я студент, у меня не было денег ездить в купе. Ехал на боковой полке. Напротив меня сидит физически развитый человек, топ-лис, лето, страшного вида бандитского. И мимо бежит маленький ребенок, поскальзывается и вот-вот головой ударится полку соседнюю. И он очень ловко его поймал и вдруг с такой заботой страшный такой человек как-то его поставил, смотри осторожно. И это был контраст, это был какой-то очень добрый такой теплый жест очень быстрый к чужому какому-то ребенку, вот такого страшного человека. Дальше значит мы едем, он собирается, у него верхняя полка, у меня нижняя, мы сидим друг напротив друга. Собирается наверх, смотрит на меня и говорит а ты в Бога веришь? Я говорю нет. Знаешь что? И он мне начинает рассказывать свою жизнь. И оказывается, что он был бандит, и жутко мучился и переживал. Он мне не рассказывал, ну я так понимаю, что с убийствами, со всеми этими делами. Он говорит, меня мучили кошмары, каждую ночь мне снилось, что меня крутят винты, что я гибну, что я сам кого-то убиваю. Я так боялся, меня измучил страх. Я каждый день выходил из своей квартиры и через крышу в какой-то другой подъезд, что меня должны были у подъезда убить. Я знал, рано или поздно, как убивали в подъездах. Поэтому он поднимался наверх, либо через тот подъезд, через этот. Я так измучился, я пришел к пацанам и говорю, я ухожу, я не могу больше. Извините. Он говорит, я думаю, они меня не поняли. Они меня не поняли, но отпустили. И так получилось, что их всех убили через неделю. Это так, как я помню. Может, их убили через месяц, может, их не убили, а их посадили. Но я запомнил, что, может быть, ему бы и прилетела обратка за этот выход из группировки. И дальше он пришел к Богу. Он начал читать Евангелие и поверил в него очень буквально. Он мне рассказывал случай, где ему Евангелие помогало. Он подходит к к кассе, он говорит, вот я к кассе подошел, железнодорожный, нет билета. Я отошел, помолился, говорю, а сейчас? Говорит, а вот сейчас открылся билет. Я вот так билет сюда купил, у меня было билетов. То есть, у него такая вера прям прямого действия. И он ездил в тот момент по лагерям, развозил Евангелие и помогал бывшим уголовникам начать новую жизнь. У него какой-то фонд и так далее. Он мне всю ночь это рассказывал. Вот, это был монолог, в 4 часа поезд приехал в Нижний, я с ним попрощался, вышел, я не помню никак его зовут, ничего. Но, вот этот момент, где человек просто захотел выскочить, он был для меня важен в Вове. То есть, какая-то вещь, которая с ним произошла, и несмотря на все обязательства, которые он нес вроде перед группировкой, он пытается выскочить. И он им это говорит. Да, он им это говорит, и он это делает, он складывает в себя полномочия и пытается выскочить. И эта попытка не получается. Вот, а то, что выскочить, ну, скорее всего, не получится, и это, это скорее исключение, вот, это... В любом случае, этот вопрос интересен, а когда возник момент, когда вот стало понятно, насколько это сериал такой популярный? То есть, это сразу понятно же было, что не угадаешь никогда ни с одним, ни фильмом, успех, это можно тысячу раз думать, что этот фильм вложит миллионы долларов, и фильм может провалиться в прокате. Хотя все механизмы, да, были рассчитаны, даже голливудский фильм. И может фильм, на который никто не ставит, никто, да, это с назад в будущем так было, это уже дохлый номер, ничего не будет. И вдруг, вот когда, в какой момент это произошло, что стало понятно, что это такое уж, какое-то особое явление, особое явление. Да, в районе третьей серии, ну, наверное, даже, да, третьей серии. То есть, у нас же есть статистика по просмотрам, да, и на третьей серии вдруг он показал цифры, которые обычно средний сериал показывал за все время просмотра. Там основной показатель, который считается в Винке, вот платформа, для которой мы делали, то есть, старт это со-участники, ну, изначально мы делали для Винка, вот, это количество уникальных устройств. То есть, вы смотрите на телефоне, это одно устройство, кто-то смотрит на телевизоре, второе. Считается только устройство, потому что зрителей посчитать невозможно. При этом считается, что если это большой телевизор, то, скорее всего, его смотрят двое. Вот, ну, как бы в семье или пара и так далее, или с детьми. Вот, поэтому адекватно перевести в зрителей очень трудно. А сколько у телевизора сидело, мы не знаем, да? Вот, поэтому считают устройство. И вот, когда третья серия вдруг показала результат, который средний сериал показывает за все время по количеству увлеченных устройств, а на следующей неделе увеличилось в пять раз, а на следующей неделе в два раза, я скажу аккуратно, вот, кинопоиск опубликовал данные, что у них король и шут посмотрело четыре миллиона человек, четыре миллиона зрителей. Как они посчитали этих зрителей, мы не знаем. Скорее всего, они взяли количество устройств и применили какие-то множители. Предположили, что сорок процентов устройств смотрело смарт-ТВ, то есть, эта цифра, если бы они назвали устройство, все, можно было бы. Но, тем не менее, четыре миллиона человека. Я могу сказать, что нас столько смотрело в день премьеры какой-то одной серии. Начиная с какой-то серии, это наши премьерные цифры. Количество вовлеченных просмотров только на платформе ВИНГ, это десятки миллионов человек. Вот. Это рядом ничего не стояло и как бы как это произошло, я не знаю. И почему я не знаю. Я хочу сказать следующее. Вот я у всех ходил и спрашивал, почему? 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 Я не знаю. Я не знаю. Потому что ну мне казалось, что я делаю некое ретро-кино про свое детство. И что сорокалетним, мне вот сорок четыре года, что сорокалетним или около того будет интересно. Потому что они узнают автобус, они узнают школу, они узнают пластинку Питера Пэна, который я слушал в детстве, или там капитана Врунгеля. Вот. И это для них будет такой ну там даже проигрыватель стандартный, я говорил, он и в комиссионке, и у них у меня точно такой же. С древенскими музыкантами он такой же. Да, да. Вот. Мне казалось, что это и вдруг когда помоложе, когда дети, подростки, я я не знаю почему. Ответ удалось получить? Нет, ну разные вещи говорили, но мне мне я до сих пор не знаю, потому что если бы я знал, вот, то я был бы уверен то, что следующий получится. А я я вообще не уверен, что это какое-то совпадение, какое-то совпадение, случайность. Это то есть с одной стороны мы вложились в это. Все вложились, контролировали, все придумали. Я фанат ресерча, я прочитал все журналы Огонек за 88-89 год, посмотрел все фильмы, буквально, литерали, все фильмы, которые выходили, выпустил Мосфильм студии Горького в 88-м, 87-м, 89-м году по списку, где-то проматывал, но имеющий отношение к современности, то есть я не смотрел там сказки, там исторические фильмы, но если это был фильм про сегодняшний, тогдашний день, снятый в 88-м году, я его смотрел, делал скриншоты для одежды, для всего, в итоге какие-то вещи, ну естественно, я в какой-то момент понял, что я один из самых взрослых на площадке, или даже самый взрослый, молодая команда, и они ничего не знают, и в целом они готовы, ну например, художница по костюмам, приходит Эльдар, а у него широкий галстук, я говорю, ну ты что, узкие, широкие это 70-е, вот, но я просто это помню, знаю, вот, но это я все набирал, потому что пальто, это плюм-бум, костюм там Эльдара, черная рубашка с таким галстуком, это криминальный талант, и так далее. Тогда возникает момент, а как-то было в первичной версии на вокзале, это связано с Цоем, и вот с этим курением, и там, где его пырнули, и он потом закурил. Ну это, во-первых, или это просто... Ну это, это просто в крови у нас у всех этот кадр, да, когда Цоя режут, это вот, кстати, в детстве я смотрел в кино, в кинотеатре, вот, в кинотеатре смотрел, и какие-то фильмы там, интердевочка смотрел в кино, и так далее. Вот. Но мы, в принципе, использовали советское кино для того, чтобы быть правдивыми, а не для того, чтобы вот в редких случаях, чтобы просто повторить, или кому-то наметнуть, не в этом был интерес. Хотелось сделать так, чтобы нам верили. Мне кажется, это важный просто элемент аттракциона, что если ты убедишь в начале серии, полнометражного фильма, или в начале сериала, что ты говоришь правду, то ты дальше со зрителем можешь пойти в зону, в которой он никогда не бывал. То есть он тебе сначала поверил, а потом ты уже уходишь туда, где он и не бывал, может быть, но он тебе доверяет. Вот этот момент доверия. Поэтому в первой серии какие-то элементы, вот крючки. Но я не могу понять, реально, что подростки там нашли, потому что это мои крючки. Тогда давайте поговорим о вот этой теме, как сериал переходит вот из этого экшена в первой половине, да, и потом в драму потихонечку перетекает. Вот это, кстати, имеет отношение к реакции зрителей и к успеху, который накрыл. То есть он был настолько по цифрам настолько интенсивный, что я, честно говоря, испугался. Потому что я подумал, мы все-таки делали сериал, ну как обычные делаются платформенные сериалы. Они претендуют на то, что ты смотришь что-то, что в принципе не очень возможно на телевизоре, от телевизора отличается тематически, событийно, потому что мы в принципе себе представляем, как выглядит сериал СТС, как выглядит сериал ТНТ, как в принципе выглядит канал Россия, и ты здесь должен быть другим, может быть, более острым, более провокационным и так далее. Ну, это такое общее место. И в этом смысле слово пацана, оно как бы более жесткое, вот, но это все-таки драма. Меня больше всего удивило, что, ну, как бы у нас драма, у нас там гибнут люди, почему такое, такое вовлечение, почему эти танцы, почему эти ролики, бесконечные инстаграмы, просто под звук, под, ну, я начал переживать, первое, что я переживал, я думал, четвертое, потому что вот эти аттракционы, которые там, экшен-аттракционы существуют под Айгел, под нового героя, они были рассчитаны на то, чтобы запустить и дальше все-таки начать драматическую историю. Я должен сказать, что, ну, есть два типа историй, в принципе, развлекательные, да, и, скажем так, познавательные, ну, про человеческую природу. Когда у человека похищают дочь, и он вынужден там ее возвращать, то это, в общем, история в основном про внешние события. А есть история про внутренний конфликт, про то, что человек проживает внутри. Они в разных решаются, они не могут существовать в одном ритме. истории. История с внешними событиями, там, боевики, триллеры и так далее, это, это истории быстрые. Вот. А истории по-настоящему драматические, они другого ритма, они медленные. И вот, когда мы начинали нашу историю, она, в общем, быстрая, стремительная, летящая, торопящаяся куда-то. Но для того, чтобы нам рассказать о людях, нам нужно притормозить. Вот. Нам нужно, чтобы они делали выборы. Мы должны проживать с ними. То есть, ритм становится другой. И вот я говорю, я начал думать, ну, четвертая серия, там, мама, сейчас они увидят, как мама, они расстроятся, перестанут смотреть. И я поймал, например, один раз комментарий, где какой-то человек говорит, ну вот, в четвертый перемудрили. То есть, а что перемудрили? Ну, остановились и посмотрели, что произошло с мамой глобально. Хотя она начинается с аттракциона. Они похищают его вот с нашего такого криминального, развлекательного аттракциона. Вот. Остановились с мамой. В пятом, в пятой серии тоже есть аттракционные вещи. Опять, ну, даже их существование, открывание салона, вот как они открывают салон, это веселый, развлекательный аттракцион, собранный бабслей из просто смешных случаев. Вот там, то-су-то, но дальше-то происходит. Как они воспринут? Я тоже вот не понимал, как эту жесть они переживут. Но дальше шестая, седьмая серия, где, ну, шестая серия для меня серия «Айгуль», где надо, ну, по-хорошему прожить это через подключение, где нет уже ярких внешних событий, вот, я понял, я понял, что какая-то часть аудитории об этом споткнется, потому что мы-то все равно делали драматическую историю про внутренние конфликты, про то, как человек внутри себя лишен мира и покоя, да, вот, конечно, в среде, но про то, что внутри, и рано или поздно мы бы, ну, остановились, поэтому вот это вот, как бы, возгонка и потом другой ритм, он, ну, как бы, напрашивался, и мне, я скажу, ну, мне без истории Айгуль или без встречи с матерью убитого было бы неинтересно, но это невозможно рассказать под нового героя или даже под ИГЕЛ, вот пришел, мама сидит. Там есть этот момент, прямо еще в пятой серии, вот после больницы они выезжали, как будто полная безнаказанность, такие мушкетеры, все кажется, что вот, что бы они ни сделали, все будет, и резкая интонация меняется, и тут я могу, да, я чувствую, да, зрителя, потому что вижу комментарии, все смотрел, а там они бесконечные, ты их читаешь, именно, чтобы понять, для чего читал, я, чтобы понять, что думает человек, и вот была часть аудитории, которая, да, вот последние серии ставили слабее, которые пришли на аттракцион, но были те, кому именно, вот они прямо ждали вот этого момента более глубокого, они уже вот готовы были к этому прыжку в бездну, им вот в этот момент эта драма очень нужна была в шестой серии, то есть они прямо жаждали пора, то есть хватит вот этого, надо углубиться, вот, залезть в эти воды темные. Да, вот тут, и тут, какой момент, вот мне какая-то девочка написала в инстаграме, «Чё так мало приколов?» Мне папа сказал, что они всегда прикалывались. Вот, я понимаю, что из-за того, что это слишком популярно, слишком популярно, мы заманили какую-то часть аудитории, на которую не рассчитывали. мы не рассчитывали на тикток, понимаете, и на то, что снова седая, мы не, мы там, девочка выпрыгнула, понимаешь, мама волосы себе сожгла, сошла с ума, он там что-то пережил, там, ну и так далее, мы-то к этому, для нас это главное, и это содержание. Или там, например, драка, но она еще хотя бы похожа на тракцион, драка Марата и Андрея в восьмой серии, где вот они поменялись местами, Андрей побеждает. Я бы сказал, что она наоборот сильная, она тяжелая, ты вот сам, вот прямо чувствуешь вот эту усталость одного, она специально осознанно затянутая, и вот как зритель. Да, она затянутая. Как зритель ты это чувствуешь, она не столько развлечений, сколько ты... Но там хотя бы музыка играет, я уже так, на таком уровне, там играет музыка. Поэтому какая-то часть аудитории, которую мы вовлекли, она, ну, восприняла, а, вот еще женщина тоже написала мне в инстаграме, следующий, а, вот два интересных комментария хочу сказать. Значит, одна женщина написала, ну, шестая, седьмая, тяп-ляп, до пятой все делали, шестая, седьмая, тяп-ляп. Я понимаю опять, ну, значит, не тронула ее Айгуль, да, значит, не тронула ее, там, история Вовы и вот эта встреча с матерью, что меня лично, ну, разматывало. То есть я, я сопереживал Айгуль, мне было за нее страшно на дискотеке. Даже вот я это все, мы это все написали, потом я это все снял, потом мы это все спонтировали, но мне было страшно, когда она пришла, смотрит, потом эти женщины начинают друг другу говорить, мне все равно было за нее больно, и она выбегает, кидает в нее этот снежок. А эту женщину нет, нет, тяп-ляп. Вот. Я понимаю, что, ну, какая-то, какая-то часть аудитории есть. И второй, интереснейший комментарий, просто парадоксальный, вот по поводу того, что всем не угодишь. Вот это важная вещь, которую надо понимать, мне кажется, сценаристу-режиссеру, который приходит в наше дело и знать, что ты не угодишь. Значит, женщина какая-то посмотрела восьмую серию, слитую, потом посмотрела новую серию и говорит, испортили. Почему? Во-первых, так хорошо они с отцом поговорили по-доброму, такое там было добро, а во-вторых, добавили этот секс, эту пошлость, теперь с ребенком это не посмотришь. То есть, ухо резали, насиловали, в окно прыгали, а нас с ребенком смотрят. Но секс! Но секс! Это пошлость. Причем, какой секс? Они просто целуются и все. Мы фактически, ведь секс... Не, ну там такой сцены не было. Кстати, я говорил, отметил, что мне понравилось в сериале, что вот такие моменты были сделаны деликатно. Да. Деликатно, даже с матом. Сравнивая с другими сериалами, мат деликатно, он есть, но его очень мало. Очень мало. Я просто знаю, просто есть параллельный сериал, хороший сериал, я не буду называть. Наши сериалы, хороший его. Давайте назовем хороший сериал. Фишер, я вот сейчас смотрел. Мне понравился Фишер, но там, там есть прямо выбор, с матом смотреть или без матом. Мы думали, как делать. Мне, вот, мне лично, как зрителю, мне это не хуже делает сериал. Сериал сильно, все, молодцы, там, тоже Янковский играет, да, там тоже есть желтые, у них такой же противостояние. Но мне вот, когда переизбыток мата, да, мне ухо немножко режет. Не потому, что какая-то, ой, как же можно мат. Нет. Он вот здесь есть, вот, розчерком пера, он присутствует, но он не постоянно, то есть, бьет по тебе, и это хорошо, я имею в виду. Поэтому и сцены, какие сцены? Со времен Игры Престолов, сцены секса гораздо более, такие, там вообще не было практически ничего, если говорить, Возвращаясь к тому, что, ну, для одной тяп-ляп, для другой пошлость, секс этот вставили, опять повторюсь, причем, это не снято, как секс. Это не снято, как секс, это подразумевается, они просто целуются, и он руку куда-то ей, там, под юбку, все, вот. Но женщина уже расстроена. Вот. Поэтому, возвращаясь вот к теме, ну, знали, понимали, ничего не знали, это все какой-то артефакт, и какой-то, наоборот, вот даже информация об аудитории. Мы что-то про аудиторию поняли, ну, мы можем проанализировать, и понять теперь, у нас есть опыт, вот такого, мощного, эмоционального вовлечения, и такого количества, вот еще, что меня лично поразило, созданного, вторичного контента, да, когда берут кусок, либо переозвучивают, либо играют, либо одеваются в костюмы, и возникает контент, созданный по поводу. Люди свои фотографии находят, родители, там, да, куча, точно таких же персонажей, как Вова Адидас, вот папа там, куча жанров возникла, здесь переозвучили, здесь оделись, здесь сказали реплику, здесь, ну, взяли синхробуфонаду, и это вот точно, что я могу сказать, это изменение уже такое сильное, относительно даже 15 лет назад, что я помню, каким хитейшим хитом была ликвидация, когда она вышла, но не было такого безумия соцсетей, они не были так распространены, не было столько камер у людей на телефонах, хороших камер, хорошего качества, монтажных программ, чтобы взять себя снять, я прихожу домой, а жена там танцует, да, и люди снимают это, и становятся в каком-то смысле соавторами нашей рекламной компании, нашей промо-компании, продолжают ее двигать, ну, и своего собственного контента, и там столько я встречал, вот, классно сделанных, прикольных вещей, ну, и одно из первых вещей, которое меня поразило, я прям подписался на этих девчонок, Бишкек, девчонки, третью, премьера третьей или четвертой серии, по-моему, по-моему, даже третьей серии, они оделись все в Адидас, сняли кальянную, молодые причем девчонки, посмотрели на экране, на большом, в четверг, и после этого сняли видео, где они все вместе делают вот это, это вот было одно из первых, где я, господи, сколько вложено, ну, сил, они из этого сделали мероприятие, из просмотра, собрались все вместе, оделись, какая-то карнавал, какой-то карнавал, и это одна из таких радостных, очень-очень удивительных, радостных вещей, когда ты видишь, как люди по поводу твоего, того, что ты делал, что-то такое свое творят. Мы говорим про людей, поэтому надо сказать про людей, которым было интересно, которые вот смотрели разборы, и я могу сказать, что было интересно. Люди делились своими историями, это почти не бывает, я еще раз говорю, есть аналог, куча других сериалов, ну, что-то говорят, высказывают свое мнение, критикуют, оценивают кадры, еще что-то. Здесь искренне люди вспоминали и рассказывали, были люди, которые такая же история, как у Айгуль, человек подробно прописывать, что с ней случилось, как это было, какой она путь прошла, были люди, которые писали, я был в группировке, был даже человек, который где-то уже, по-моему, он в Штатах, у него свой канал, я зашел, правда, есть, не врал, то есть он в органах, сейчас там работает, шериф или кто-то, он был в группировке, в те годы, и человек смотрит, и каждый делился вот этими историями, и было рефлексия других, я смотрел в комментариях, поддерживали, потому что человек рассказывал, как вот у меня также тот погиб, брат, родственник, и ему сопереживали, говорили, я помню это, это невероятно, очень интересно было наблюдать за вот этим, то есть огромное количество людей, глубоко вовлечены, и вдруг прорефлексировали, вспомнили жизнь, которая была ими забыта, как будто какой-то старый альбом, которого не было, а ну вдруг эти воспоминания поднялись, и они хотели поделиться, то есть они с незнакомыми делились, хотели, чтобы быть услышанными, и поэтому многие, когда я так, я вскользь, я отдельно не рекламировал, что будет там у нас диалог с режиссером, я специально это сделал, я сделал вот в разборе Кощея, в самом конце просто об этом сказал, чтобы знали только те люди, которые смотрят, и кому интересно. Которые досмотрели. Да, которые досмотрели, потому что выключат, там оно там 30 с чем-то минут, то есть реально заинтересованные люди, им было интересно действительно узнать, потому что для них это родное, живое, трогающее их, и они даже вот, как многие там переживали про какие-то переделки или что-то, переживая, что здесь есть не вот желание внутреннее лучше сделать, а какой-то вот корыстный момент. Какой? Ну, я имею в виду, вот в начале, да, вот в начале вот сцена с этим, как его, бассейном, переживали, что вот ее нету, но вот сейчас я уверяю, что вот выдохнут, скажут, ну точно, значит, это, потому что я уже говорю, по таймингу, когда я сказал, многие успокоились, им хотелось, чтобы все это было от души, сейчас из этого интервью это видно мне, по крайней мере, тоже, что вот это было и вот живое, весь этот проект. Абсолютно, да, и вот опять, острое желание доснять и переделать, ну, если бы мне нравилась восьмая серия по-настоящему, ну, мы бы, например, доделали бы, я, кстати, сейчас расскажу, как произошел слив, ну, в общих чертах, мы бы доделали вокзал, ведь он в зеленке, а ее выложили за неделю до, ну, как бы, выхода восьмой, ну, а где, где вокзал-то? Он не нарисован, его нет даже в эскизах, потому что, как только мы это собрали, все, стало понятно, что... Нет, людям настолько трогало раскальфа, что некоторые мне как будто, вот, никто же их ничего не скажет, оправдывались, мне писали в комментариях, гражданин Рич, не выдержал, посмотрел демо, но я все равно финальную посмотрю, ну, просто не выдержал, хотелось, то есть, личное, как будто что-то очень родное, близкое и важное. Это дико приятно. Это приятно, и людям будет интересно, как вам вот это. Я, может быть, думаю, вот из-за того, что вот этот метод, которым мы работаем, где мы за каждой репликой стараемся использовать свой опыт, подложить, как бы, не буквально, знаете, вот какой я принцип, я знаю, как это назвать, о другом, как о себе. Не о себе, как о другом, что часто делают студенты, они начинают о своей жизни рассказывать, называют другими именами, а это у меня жизни было. Вот это чаще всего не получается, когда ты рассказываешь о себе, но когда ты о другом, о выдуманном персонаже, но пропуская через себя, вот чем меня тронул ваш разбор, на самом деле, почему я к вам пришел? Потому что вы говорите, я бы, вот я делаю так-то, поэтому я думаю, я увидел тот же самый метод, когда вы пытаетесь другого человека, вот, возможно, из-за того, что вот мы каждый эпизодик обсуждали с точки зрения, что у меня было, вот вы сейчас начали рассказывать, да, что комментарии пишут, и говорят, вот у меня там было так-так, но это наш процесс, сланец, вот я говорил о том, что эти фразы, которые там Бурнов говорит, говорил мой папа, это мы с ним плавали, и сланец утонул, вот, и это сланец мой, конкретный он, и так далее, то есть вот эти вещи мы старались делать, возможно, это как-то цепляет, вот, а что мы обсуждали, я забыл. Хотели бы рассказать про слитые. А, как слили, этот человек по доброте души, по доброте души, отправил кому-то, ну вот, все сейчас ждут серию, вот у меня есть серия, отправил какому-то своему знакомому, этот знакомый, какому-то знакомому, этот знакомый, какому-то... это в ноябре. Я сейчас не помню точно, то есть уже был эфир, поэтому, когда я говорю, что мы не собирались ее выпускать, в ноябре уже должна была стоять графика тогда. То есть, если бы мы собирались ее действительно выпускать, там должен был быть вокзал, ну, и то, что за ней, когда поезд уезжает, а там ничего этого нет, потому что это просто было не в работе. Вот такая история. это абсолютно от, как сказать, благими намерениями выложена дорога в ад. Добрелось, долетело до пиратов, а уже пираты, я не знаю, они зарабатывали на этом, зачем они выложили, я не знаю. Ну, просто, раз есть. Вот такая, на самом деле, очень тривиальная, банальная история. Никаких там других, причин это сливать, тем более у нас. Один из вопросов, который больше всего интересует всех, все уже обсуждают, рассуждают версии, второй сезон, потому что успех огромный. Раньше, да, не было вообще такой традиции делать второй сезон, да, вот просто сериал выходил и все. Сейчас, даже если не... В Советском Союзе особенно, никогда, потому что, на самом деле, второй, третий сезон это больше давление бизнеса. Ну, к большому счету, потому что у тебя уже есть аудитория, и вместо риска выводить новых героев, знакомить с ними, убеждать аудиторию, что надо смотреть, ты берешь полюбившихся персонажей и еще разочек. Вот. Я скажу так, да, мы изначально думали сделать три сезона. Почему? Потому что 89-й, 91-й, 93-й годы они очень разительно отличаются, это разные миры, я это прожил. Как только появилась торговля, коммерсы в чистом виде, вот не видак и там что-то, а возможность торговать, закон о кооперации как раз был в 89-м году принят, но легализация торговли произошла, если я не путаю, в 91-м году, в феврале. И люди вышли на улицу, можно было на улице торговать, просто выходишь со штанами и штаны продаешь. В Москве были огромные вдоль Тверской просто стояли люди и все продавали. И ты идешь как на рынке. Вот. 91-й год превращает бывших бойцов за асфальт в настоящих бандитов, потому что теперь есть за что сражаться, за бабки, за конкретные. И это началось чуть раньше, где-то на границе 89-го, 90-го. Вот. Но 91-й это уже классическая такая история дележа, попытки взять под контроль предприятия, жилка взяла, завод целый контролировала и так далее. И превращение в действительно преступные организации. Почему мы взяли 89-й год? Потому что это еще хулиганы. кто-то кто-то из них так бандитствует, но это все хулиганы беспричинные. А вот дальше начинается уже серьезный рост. И 93-й год это уже война, когда казанские захватили часть Москвы и Питера и воевали между собой. Жилка с одной стороны и там союз жилка и союз других группировок узкий дракон воевали с Хайдером. И там очень много интересных историй. И там уже ну как бы на уровень страны это вышло. И вот это развитие, да, оно было интересным. Но мы пока взяли паузу, мы взяли паузу пожить, успокоиться, прийти в себя. Вот. Может быть сделать какой-то другой проект и вернуться к этим размышлениям. Вот. Но если уж говорить честно, то то, что меня лично очень интересует, когда люди меняются местами, оно уже произошло. Есть ли смысл проводить такой аттракцион второй раз? Нет, ну, менять местами. так они что будут? Я вот делюсь просто своими мыслями. Один так и будет значит бандитом, а другой будет. Ну, то есть что там за история? Мы понакидали что-то, пообсуждали, встретились с Андреем там, друг друга покидали версиями. Вот. Но мы как авторы, скажу так, пока не приступали к тому, чтобы придумать второй сезон. и в ближайший год это не произойдет. Ну, вот, я думаю, это многих интересовало. Пока нету этого плана. Оно должно родиться. Короче, если родиться, то тогда будет только. должен должен быть импульс внятный, да. Завершая нашу беседу, хочется, чтобы вы обратились вот к тому зрителю, которому понравилось, для которого это было что-то личным, и вот он так вовлекся, чтобы режиссер сказал такому зрителю. Спасибо. Но ничего, кроме благодарности, невозможно чувствовать, если вы понимаете, вот Георгий Санчетов-Станогов, великий театральный режиссер, он сказал, наша работа волновать. Он говорит, я смотрел его интервью, он говорит, самое ценное для меня, когда вот приходят люди и говорят, я после вашего спектакля так разволновался, не мог пойти домой, вот, все думал там о чем-то. И это действительно самое большое удовольствие, удовольствие и, ну, как сказать, драгоценность какая-то, когда по тому, что тебя волновало, а ведь для того, чтобы кто-то в каком-то месте заплакал, надо, чтобы ты заплакал до этого, пока писал, роняя слезы. Ну, я условно говорю, чтобы ты заволновался, чтобы ты ужаснулся, чтобы ты переживал, вот, тогда это может передаться. Если это передается и по ту сторону как бы экрана люди тоже волнуются, вот, это невероятное, я даже не знаю, как это писать, это невероятное счастье, это укол счастья, вот, поэтому спасибо этим зрителям, кому, кого это волновало. А вам спасибо, что пришли, и спасибо за интереснейший разговор. Незидор. Незидор. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...